Друзья, мы рады вас видеть в клубе путешественников спортмарафон. Сегодня лекция про современные парапланы и лектор, известный российский пилот, признанный авторитет в области парапланиризма Алексей Тарасов. Ну что ж, очень приятно. Во-первых, в словах обращусь к той аудитории, которая собралась здесь. Да, она сегодня небольшая, но спасибо вам всем, что вы пожертвовали, возможно, последним хорошим днем летной погоды в этом сезоне и пришли сюда не летать, а слушать какую-то нудную теорию. Спасибо вам большое. Ну, во-вторых, традиционное спасибо спортмарафону за то, что предоставил хорошее помещение, хорошее оборудование и возможность не спеша, с чувством, с толком, с комфортом что-то вам прочитать. Теперь у меня встречный вопрос к аудитории. Благо она маленькая, можно чуть ли не в диалоговом режиме. Все ли знают, что такое поляра, самоопределение? Нет. Понятно. Тогда, собственно, мы начнем как раз со слова поляра. У любого параплана есть такие объективные технические характеристики, как скорость снижения и горизонтальная скорость. И то, и другое относительно воздуха мы борем, не относительно земли. Так вот, сразу потребуется флипчарт. Ну вот, вообще, поляр существует несколько разных видов, но нас сейчас интересует то, что называется поляра скоростей. Выглядит это где-то примерно вот так вот. Значит, тут мы будем рисовать нашу горизонтальную скорость относительно воздуха, а здесь мы будем рисовать нашу скорость снижения. Vy. Все поляры всегда имеют форму параболы, квадратичные. Почему сейчас рассказывать не буду, неважно, но, короче, это так. Соответственно, типовая поляра, она выглядит примерно вот таким вот образом. Такая вот кривулина. Ну вот, и на этой поляре есть некие очень важные точки. Значит, вот здесь вот у нас находится горизонтальная скорость Vx, минимальная. Медленнее этой скорости параплан не может лететь. Это соответствует режиму с дико зажатыми клевантами. Если мы пытаемся зажать их еще больше, то параплан уходит в срывные режимы и начинает падать. То есть здесь у нас такая жесткая отсечка. Но вот здесь у нас срыв, здесь параплан лететь уже не может никак. Ну вот, вторая отсечка, это его максимальная скорость. Вот, Vx, Max. Это скорость, заданная по большому счету конструктором параплана. И быстрее этой скорости параплан лететь не может. Здесь у нас тоже отсечка. И эта отсечка, она объясняется тем, что дальше у нас не выжимается акселератор. Но надеюсь, что такой акселератор знают все. Такая штука, которую можно давить и увеличивать скорость параплана. Соответственно, вот эта точка на поляре, это режим, когда у нас блочки не просто сошлись, а даже как-то наехали друг на друга. И все. И дальше дави-не дави, ты уже никак параплану скорость не прибавишь. Это вот границы поляра. А дальше на ней есть несколько очень важных точек, с которыми мы сегодня будем так или иначе работать. Точка, которая дико всех волнует, когда люди выбирают себе параплан, это точка, где у параплана максимальное аэродинамическое качество. Что такое аэродинамическое качество аудитория знает? Так, ну, большей частью знает, но на всякий случай повторю определение. Это отношение горизонтальной воздушной скорости к вертикальной. Либо, когда спокойный воздух, это отношение расстояния, которое мы проходим по горизонтали, к потере высоты. Так вот, у поляра есть интересное чисто математическое свойство. Если мы из начала системы координат выпускаем касательную к поляре... Сейчас, я достаточно криворук, поэтому могу не попасть, но я попытаюсь. Ну вот, я как-то более или менее попал. Ну вот, и мы видим, что у нас эта касательная, она коснулась поляра в некой точке. Ну вот, и здесь у нас, значит, некий режим, который соответствует максимальному аэродинамическому качеству. Интересно то, что, как видите, у нас этот режим на нашей поляре, он оказался где-то там, во-первых, достаточно далеко и от левой, и от правой границы поляра, и это близко к реальности. А, во-вторых, видно здесь, что у этой поляры, у нее есть большой кусок, на котором качество, оно как-то заметно не меняется. То есть, вся вот эта вот область поляра, я сейчас вот так вот условно нарисую, здесь у нас качество, ну то есть, угол наклона этой линии, которая выпустила из начала координат, оно будет меняться очень слабо, либо вообще заметно не будет меняться, если мы будем, как сказать, двигаться влево-вправо по скорости. То есть, где-то вот в таких вот пределах получается, что у нас качество, оно от максимального почти не отличается. Так, какие у нас есть еще интересные точки на поляре? Ну вот, есть режим минимальной скорости снижения, но тут все просто. Смотрим, где у нас максимум на этом графике, он у нас оказывается где-то вот здесь вот. Ну вот, и здесь у нас, значит, скорость горизонтальная, которая соответствует минимальной вертикальной скорости. Ну, эти режимы по-разному называют, там, большой авиации, это близко к так называемому экономическому режиму. Ну вот, а мы обычно говорим в просто речи, что это режим минимальной скорости снижения. Ну, понятно, он нужен для того, чтобы парить, ну, когда мы летим там прямолинейно, для того, чтобы как можно меньше снижаться. Ну вот, это, в принципе, такие базовые вещи, без которых мы сегодня дальше не пойдем. Ну вот, а сейчас мы, собственно, пойдем дальше, используя уже вот этот девайс. Ну вот, начну я из некого экскурса, так сказать, в историю. Лет 20-25 назад, а уж если 30 лет назад отмотать, это вообще страшно вспоминать, парапланы были похожи на парашют. Они были такие почти квадратные, удлинения были маленькие, форма была безобразная совершенно, секций было очень мало, и, соответственно, максимальное аэродинамическое качество парапланчиков было, ну, дай бог, 3-4 единицы. Я эти времена еще застал, и сейчас вспоминать как-то даже смешно. Соответственно, в те годы мы не летали маршруты, в те годы любой набор высоты это был практически подвиг, а термики это была такая сущность из каких-то глянцевых журналов, которые изредка привозили друзья из-за рубежа. Но с тех пор все поменялось, сейчас вот даже в осеннюю погоду у нас друзья-товарищи летают порядок, кто-то наверняка сейчас идет какой-нибудь маршрут. А связано это с тем, что, во-первых, конечно же, возрос опыт пилотов, но, во-вторых, очень здорово спрогрессировали сами парапланы. Что с ними случилось? Ну, тут все свалено в одну кучу намеренное, и сейчас мы будем смотреть, собственно, на эту кучу. Ну, на самом деле, первый эффект, который очень бросается в глаза, это уменьшение площади крова. Ну, тут есть куча плюсов, и дальше мы там пройдемся по ним. Но, наверное, самый главный плюс заключается в том, что чем меньше площадь, тем больше на нее удельная нагрузка. У нас есть одни и те же, грубо говоря, 100 килограммов полетного веса, но одна ситуация, когда они приходятся на 30 квадратных метров параплана, а другое дело, когда всего, например, на 20. От нагрузки на крыло прямо зависит давление внутри этой конструкции. Чем выше нагрузка, тем давление большее, тем эта конструкция более стабильная, тем она более стойкая ко всяким сложениям, что, на самом деле, очень критично для нас, очень важно. Итак, уменьшение площади — это понятно. Повышение механической жесткости передней кромки — это такие тренды, которые начались где-то, наверное, в районе 2010 года, когда у нас у парапланов внутри внезапно появился пластик. Вообще, попытки предпринимались и намного раньше, но именно 2010 год стал в этом смысле переломным. Появились знаменитые парапланы Ozon Mantra R-10-2, Mantra R-10-3. Там этого пластика было много, это был углепластик, и как только он там появился, выяснилось, что парапланы стали фантастически стойкими к сложениям, потому что раньше у параплана жесткость механическая обеспечивалась только давлением внутри, ничем другим. А тут у нас появились такие довольно жесткие пластиковые конструкции, которые физически мешают ему сложиться. И это, на самом деле, очень здорово. В чем-то? Чего я тут еще нарисовал? Управление задними рядами в полете на акселераторе. Да, это целая отдельная тема, но это связано не столько с конструкцией, сколько с техникой пилотирования. Упразднение триммеров. Триммера – это такие элементы конструкции свободных концов, которые нам позволяют фактически гонять по поляре точку, которая называется, которую я здесь не нарисовал даже. Значит, сейчас я ее нарисую. Она где-то обычно у нас здесь находится. Это называется V-trim – балансировочная скорость. Короче, это тот режим, в котором параплан находится, когда мы не используем никакие органы управления. Когда у нас все брошено, акселератор не выживет, клеванты тоже где-то болтаются. И, собственно, триммер, он как раз позволяет влиять на V-trim. Это был единственный орган управления, который даже не столько управления, сколько настройки параплана, который позволял менять эту скорость. Зажали триммер, у нас балансировочная скорость стала чуть поменьше. Отпустили, она стала побольше. Но сейчас в мире безмоторных парапланов у нас триммеров не осталось вообще, они ушли в историю. И я тоже объясню чуть позже, почему это произошло. На самом деле здорово, что они ушли. Ну и, конечно же, там великая и ужасная техническая революция – появление двухрядных парапланов. Ну, тут все просто. Чем меньше строп, тем меньше сопротивления, тем больше качество, тем, в общем, дальше мы летим при прочих равных. Ну, ладно. В общем, такой винегрет, а дальше мы уже начнем возлагать более структурированно. Итак, почему нас так сильно волнует сопротивление параплана? Потому что сопротивление – это сила, которая вредная. Параплан у нас создает, по большому счету, две составляющие аэродинамической силы – это подъемная сила и сопротивление. Подъемная сила должна быть равна нашему весу, иначе мы просто будем падать и не лететь. Но, к сожалению, за все надо платить. И когда параплан развивает подъемную силу, он обязательно при этом развивает сопротивление. Поэтому он, собственно, вынужден лететь вперед и немножко вниз, если у нас нет никаких восходящих потоков. И конструктора на протяжении всех этих десятилетий, они борются за то, чтобы при заданной подъемной силе было как можно меньше сопротивления. Эта борьба идет непрерывно, и она будет идти, я думаю, всегда. Какое у нас бывает сопротивление? Вот три вида сопротивления, которые мы будем разбирать все. Профильное, индуктивное и вредное. Поехали. Профильное сопротивление. Это сопротивление, ну, собственно, самого крыла, которое возникает за счет разных эффектов, связанных с трением потока крыла, связанных с тем, что крыло у нас находится внутри потока, оно с ним как-то взаимодействует. И понятно, что совсем это сопротивление убрать не получится. Мы его можем убрать в ноль, только удалив крыло из потока. А нас это не устраивает, нам нужна подъемная сила. Здесь я провел картиночку с сайта довольно известной компании Bruce Goldsmith Design BGD. И здесь показан один из самых навороченных вариантов модного трехмерного кроя крыла. Смысл здесь в чем? У нас каждый параплан состоит из неких панелей кроя, если мы говорим о верхней и нижней поверхности. А передняя кромка параплана, она имеет очень сложную форму. Ну, здесь вы видите нервюры на этой картинке. Тут, в общем, понятно, что с формой тут все не очень-то просто. И для того, чтобы передняя кромка, передняя часть крыла была максимально гладкой, приходится применять очень сложные крои этих самых панелей. Вот это вот один из наиболее сложных вариантов, которые встречаются на практике. Это очень хороший работающий способ снизить профильное сопротивление крыла в целом. Понятно, что чем меньше складок, чем меньше у нас каких-то лишних элементов, так сказать, форма, находящейся в потоке, тем профильное сопротивление меньше. Но совсем нулевым оно быть, к сожалению, не может. Приходится мириться с тем, что оно есть. Поехали дальше. Ну, тут я буду очень долго вещать, потому что индуктивное сопротивление – это, наверное, самая сложная тема, которая у нас тут вообще есть. Индуктивное сопротивление возникает в результате развития крылом подъемной силы. Это сопротивление, которое не является профильным, оно не связано с самим фактом наличия какого-то предмета в потоке. У тела, которое подъемные силы вообще не развивает, профильное сопротивление все равно есть. Если мы задвинем в поток какой-то шарик, у него будет профильное сопротивление. Но если мы задвинем в поток предмет, в принципе, способный создавать подъемную силу, какое-нибудь крыло, и как только оно начнет эту подъемную силу создавать, у него появится индуктивное сопротивление, что я здесь, собственно, и рисую. Причиной индуктивного сопротивления являются вихри, которые возникают за счет того, что на нижней поверхности крыла давление больше, чем на верхней сверху у нас образуется разряжение снизу давление либо какого окружающей среды либо чуть больше и естественно поток пытается перетечь с нижней поверхности на верхнюю и в результате образуются концевые вихри здесь я показал что чем больший угол атаки мы задаем тут он совсем маленький тут побольше тут он совсем уже гигантский тем больше вихреобразования потому что тем больше разница в давлениях между верхней и нижней поверхностями крыла и соответственно тем более интенсивно образуются эти самые вихри на их образование уходит энергия и в результате получается то самое индуктивное сопротивление очень неприятная вещь но опять-таки подъемная сила нам нужно а индуктивное сопротивление она тесно с ней связано мы не можем убрать его в ноль не убрав в ноль подъемную силу но тут некоторые пояснения как конструктора борются с индуктивным сопротивлением здесь собственно нарисован один из таких наиболее тупых способов что ли объяснение этого механизма очень грубо можно считать что индуктивное сопротивление она исключает из процесса образования подъемные силы концевые части крова которые по своей длине порядка хорда вот я тут нарисовал такие вот квадратики как вы видите у разных крыльев эти квадратики закрашенные красным очень грубо очень поверхностном первом приближении там есть сплошное такое вот бурление там эти турбулентные вихри и подъемная сила там в первом приближении не образуется вообще ну если чуть-чуть более правильно так сказать технически излагать на самом деле получается что индуктивное сопротивление она обратно пропорционально удлинению чем удлинение больше тем индуктивное сопротивление меньше но если на пальцах то вот так вот соответственно возникает идея взять и сделать крыло очень удлиненным удлинение это отношение размаха к средней хорде вот вот это вот крылышко но у нас коротенькая тут удлинение где-то 3 вы видите что эти красные части они по своим по своему размаху примерно как центральная часть крова а вот это вот крыло у него уже удлинение намного больше ну грубо говоря там 7 или 8 единиц и та часть крыла которая без вихреобразования она у него здоровенная а концевые участки которые условно говоря не создают подъемной силы они наоборот маленькие и у этой картинки есть еще очень интересная особенность все вот эти вектора зеленая это подъемная сила красное это сопротивление но вот они все как бы сказать приведены к некому единообразию вот первое и третье крыло на этом рисунке они имеют зеленый вектор одинаковой длины но при этом обратите внимание что индуктивное сопротивление она у вот этого вот маленького крылышко но маленькая а подъемная силу этого маленького крылышко она абсолютно такая же в абсолютном выражении как у этого вот большого крыла с маленьким удлинением а вот этого кро которая огромное и по удлинению по размаху у него индуктивное сопротивление как у маленького крышка а подъемная сила в несколько раз ну в полтора там грубо говоря раза больше мы отсюда сразу же получили очень интересный вывод что мы можем с хорошего крыла у которого маленькое индуктивное сопротивление снять большую подъемную силу чем с крыла которое больше по но которая хуже обтекается за счет меньшего удлинения этот факт нам сильно пригодится в дальнейшем я уже говорил о том что площади парапланов падают со временем вот вы получили одну из ярких иллюстраций того почему это происходит чем больше удлинение тем больше подъемной силы мы можем снять с квадратного метра крова в среднем и соответственно хорошо летящие крыло не обязана иметь большую площадь а маленькая площадь я повторю это большее внутреннее давление это большая стойкость к сложениям и в общем это сплошные плюсы едем дальше ну окей я уже говорю про их образование про то что вот эти вот концевые кусочки крыла не у нас из создания подъемной силы почти исключены и большое удлинение она позволяет уменьшить эти кусочки по площади фактически теперь идея номер два понятно что вот у этого крыла у него за концовка она такая грубая она квадратная грубо говоря ну прямоугольная с прямым углом поэтому образующиеся здесь вихре они создают особенно сильную турбулентность особенно плохое обтекание и особенно большое индуктивное сопротивление возникает мысль а не сделать ли нам за концовку крова где плохое обтекание какой-нибудь гладенькой да этот прием известен уже лет сто наверное в авиации если не больше он работает действительно если мы делаем а за концовки крова какой-то специальной формы вихреобразование там уменьшается и в результате при прочих равных индуктивное сопротивление у нас падает это тоже очень здорово ну дальше тут тоже нарисовал некую историю с примерно одинаковыми векторами вот у нас большое тупое крыло с маленьким удлинением с ужасными законцовками и конечно тут все очень плохо тут гигантское индуктивное сопротивление вот крышка уже получше здесь мы сделали какие-то вменяемые законцовки индуктивное сопротивление снизилась ну и подъемная сила у этих крыльев она одинаковая при том что скорее всего этого короче поменьше площадь вот это крыло вообще замечательное у него большое удлинение у него хорошие формы законцовки но вот у него как видите тут гигантская подъемная сила нарисована а индуктивное сопротивление она маленькая ну вот и наконец последнее крыло у которого счастливым образом сочетаются все правильные конструктивные особенности у него и удлинение здоровенное и законцовки правильные формы и в результате получается что подъемная сила вот у этого крыла и вот у этого крыла она в абсолютном выражении одинаковая а индуктивное сопротивление у них различается сами видите просто в разы но при этом а вот этого крова еще и получить маленькая потому что большое удлинение короче понятно что вот этот вариант он лучше из-за всех этих четырех на самом деле еще лучше вот этот вариант но у него слишком большая для нас подъемная сила он нам не нужен едем дальше вот вы можете посмотреть на концевые вихре своими глазами здесь специально подобран один из худших возможных случаев векре образования в авиации вообще этот самолет образует вихре за концовками своих за крюков но наверняка все летали на самолетах наверняка вы все видели как все это работает у за крюков у них за концовки они очень неправильные формы потому что закрывок убирается внутрь крыла и там делать какие-то сложные за концовки конструктивно неудобно это во-первых во вторых за крылок он работает не очень большое время это какие-то там минуты в процессе каждого полета и в третьих на тех режимах когда у самолетов работают за крылки самолета и не слишком озабочены тем чтобы иметь большое арионимическое качество там важнее получить большую подъемную силу и снизить скорость поэтому за концовки у закруков они безобразные они примерно как вот сна сейчас скажу они примерно как вот на этой картинке они вот такие вот совершенно грубо обрублены и в результате преобразование очень большой подъемной силы на закрылках образуются вот такие вот мощнейшие концевые вихри которые вы здесь прекрасно видите здесь эти вихре визуализированы тем что воздух с большой влажностью а так как внутри вихря давление существенно не такое как в окружающей среде то здесь как раз начинается парообразование это просто водяной пар но прекрасно видно насколько мощный вихрь исходит за крюков так что не надо недооценивать явление но на самом деле очень выражено едем дальше вредное сопротивление ну тут я думаю все уже понятно без слов вредное сопротивление это сопротивление тех элементов конструкции которые не предназначены для создания подъемной силы и парапланом в этом отношении очень несчастливый летательный аппарат потому что в отличие от самолетов и планеров у нас с вами есть стропа у нас есть подвесная система которая торчит в поток у ребят которые летают на фестивале в синтеллере еще вот такие штуки под крылом могут болтаться всякие там ярмарочные точнее фестивальные фигуры но понятно что вся эта ерунда она отнюдь не способствует созданию подъемной силы она создает только сопротивление что очень плохо потому что нам то нужно максимальное качество то есть небольшое сопротивление поэтому сейчас идет просто невероятная борьба за то чтобы вредное сопротивление устранить за попытки убрать из потока либо как-то уменьшить сопротивление всех элементов которые подъемные силы не создают ну понятно что это одна крайность я вообще удивляюсь как все это конструкция летит ну как-то летит а вот это вот другая крайность это одна из наиболее обтекаемых подвесок современности и я сейчас чуть-чуть заострю на этом внимание сколько здесь было предпринято усилий к тому чтобы у нее вредное сопротивление было минимальным во первых у этой подвески очень маленькая поперечное сечение ну видно что папа пардону пилота она расположена где-то вот здесь вот и расстояние от папы до того места где кончается подвеска она невелико там реально где-то сантиметров 10 ну может быть там 12 там стоит очень такой технически хитрый протектор но у всех подвесок есть протекторы для безопасности но конкретно в этой подвеске он тонкий но при этом он дает достаточную защиту и фирме производителю пришлось лицензировать этот протектор у каких-то хитрых ребят которые его разработали не потому что этот протектор там в чем-то лучше он защищает также как все остальные а только потому что он тонкий потому что они очень хотели сделать минимальную площадь поперечного сечения вредного элемента конструкции подвески вредного в том смысле что подвеска она подъемные силы не создает окей следующий момент вы наверное все знаете что обычно у коконов бывают какие-то там воздухозаборники через которые надувается вот вся эта задняя часть кокона здесь вы их не найдете здесь на весь кокон и есть единственный малозаметный заборничек спереди а с боков где обычно расположены заборники заднего обтекателя ничего не торчит это опять-таки погоня за уменьшением сопротивления вредного сопротивления подвески внутри этой подвески находится то что называют шланг от пылесоса он проходит как-то вот так вот внутри вдоль ног пилота и уходит в заднюю часть подвески и собственно через этот шланг она и надувается надувается она в результате довольно тяжело она у меня было на тестирование недавно эта подвеска и малейшая ошибка в положении переднего обтекателя какие-то ошибки в настройке подвески и все это проводит к тому что эта конструкция не надувается но тем не менее когда все работает правильно когда все правильно настроена мы получаем подвеску с хорошим обтекателем и без заборников сбоку которые создают лишнее сопротивление еще у этой подвески есть деталь которая не видно на фото но из кокпита у него выдвигается вот такой вот примерно до руки пилота ветровый щиток нужен нам для того чтобы перекинуть поток через голову пилота и тем самым немножко уменьшить вихреобразование я пробовал летать с этим щитком но мне это некомфортно потому что я привык чувствовать ветер лицом не иначе летать неудобно ну в общем все это к чему к тому что среди конструкторов ведется просто титаническая работа там борьба за каждый грамм этого вредного сопротивления точнее против каждого грамма в качестве крайности но вы здесь видите что у пилотов поток торчат руки а лично джин сиук сонг который директор и конструктор компании джин он по слухам летает иногда с так называемыми плавниками это обтекатели которого надевает на руки эти обтекатели расположены где-то вот здесь вот как то вот так они расположены и в результате у него уменьшается вихреобразование за руками ну понятно что эта борьба уже за какие-то там доли процента но тем не менее лично джин сиук сонг считает что за этом имеет смысл бороться едем дальше вот собственно те самые криволины которые вам рисовал какое-то небольшое время назад здесь я специально взял две крайности я нарисовал две довольно типичные поляры для совсем учебного и для совсем не учебного крыла красная поляра но я пытался нарисовать поляру для каких-нибудь там бумерангов той же фирмы джин потому что это сейчас практически самая летучая техника а зеленая поляра это некий там усредненный учебный учебный тренировочный парапланчик все цифры здесь абсолютно реальные сами эти поляры они очень приближены к реальной жизни значит что мы здесь видим я вам нарисовала на флипчарте на флипчарте кучу характерных точек на полярах но вот и здесь мы тоже можем прикинуть где что расположено первый момент очень интересный минимальная скоростью этих двух парапланов они практически совпадают но в реальности может быть у спортивной техники минимальная скорость она несколько побольше чем учебный но здесь я нарисовал так и на это есть свои причины потом расскажу следующий момент мы видим что аэродинамическое качество крутого параплана но конечно намного больше вот пунктирные линии такие самые касательные которых я говорил ну и и вы здесь видите что касательная к зеленой поляре она проходит ниже у нее больше угол наклона но соответственно ну собственно угол наклона касательно это и есть угол планирования в спокойном воздухе видно насколько лучше планирует спортивный аппарат дальше начинаются совсем интересные дела вы видите что касательная касается поляры спортивного крыла на больших скоростях чем учебного и кроме того видно что область в которой у нас качество аэродинамическое практически не меняется она у спортивного крыла просто огромная тут у нас получается что-то там но от 40 где-то там до 48 километров в час у него качество примерно одно и то же и она максимальная у учебного крыла тут ситуация более печально у нас есть вот такая малюсенькая область где-то там 35-37 может быть километров в час максимум 38 где у него качество близко к максимальному а левее провинная на меньших и на больших скоростях качество довольно круто падает и самый интересный момент самый важный со всех точек зрения наверное это то что у нашего компета у него чудовищная максимальная скорость вы видите насколько далеко вправо вытянута его поляра она у нас прерывается где-то там в районе 66 километров в час но хотя можно было нарисовать даже где-то и до 70 есть такие парапланы которые могут лететь с такой скоростью а учебный наш парапланчик у него поляра прорывается но сколько там 45 где-то 46 километров в час скорее 45 вы видите что у нас есть вот такое вот гигантское пустое пространство между концами этих двух поляр она но сколько примерно 20 километров в час это огромная просто цифра и собственно ради этой огромные цифры люди во многом покупают себя крутую спортивную технику едем дальше здесь у нас слова поляра уже написано в кавычках потому что нифига это не поляра это у нас графики зависимости путевой скорости от скорости снижения здесь я рассматривал простой вариант я рассматривал ситуацию когда у нас вертикальных движений воздуха нет вообще а есть только горизонтально направленный ветер и сейчас вы увидите зачем людям компета специально возвращаясь на слайд назад ну вот мы видим какая здесь была разница между максимальным качеством учебного и спортивного крова но теперь перескакиваем на картинку вперед но не надо носить очки чтобы увидеть что эта разница увеличилась чудовищно на этих квазиполярах касательные к графикам они опять-таки обозначают максимально достижимый в данных условиях угол планирования ну вот и вы видите что у нас спортивный аппарат он планирует там примерно вдвое лучше с вдвое меньшим углом планирования с вдвое большим качеством будет вдвое большим глайдом точнее чем учебный аппарат такая вот между ними большая разница ну и потом естественно спортивный аппарат летит намного быстрее напомню что это у нас график зависимости путевой скорости от скорости снижения от путевой скорости они скорости снижения от воздушной потому что здесь у нас есть некоторый ветер теперь ситуация полет по ветру ну тут я нарисовал ветер достаточно сильный и если сравнить с первым из этих графиков вы вот с этим вот то мы видим что разница в максимально достижимом качестве точнее глайдер между учебным и спортивным аппаратом она стала небольшой она конечно есть но это уже не так драматично из чего следует что в полете по ветру спортивный аппарат конечно выигрывают учебного но не так много как могло бы показаться ну вот тут вам еще придется немножко поверить не на слово если мы посмотрим на всех трех графиках точки где касательные касаются поляр то мы увидим что в случае полета по ветру эти точки они сместились влево в область меньших скоростей я имею до воздушных скоростей а при полете против ветра то есть вот здесь вот у нас касательные наоборот смещается в сторону больших воздушных скоростей то есть если перейти на flipchart когда мы летаем против ветра то для достижения минимального угла планирования максимального глайда мы вынуждены использовать области правее в 3 правее балансировочного режима а если мы летим по ветру и стараемся тоже обеспечить себе максимальный глайд и соответственно минимальный угол планирования то мы вынуждены использовать вот эту вот область нашего графика нашей поляра и так один из первых немножко неочевидных выводов этой лекции что при полете по ветру компьютер конечно выигрывает но не так много как могло показаться зато при полете против ветра разница между более скромной и менее скромной техникой она становится очень очень серьезной и в плане аэродинамического качества и в плане путевой скорости так а вот теперь этот момент который я сегодня уже разок рассказывал но я сейчас на нем еще раз заострю внимание но ничего нового на этом графике вы не видите мы уже видели три слайда назад но но смотрим по флипчарту меня сейчас интересует вот этот момент где у нас касательно и она практически сливается с полярой понятно что чем меньше у параплана диапазон скорости тем кривизна поляры в среднем получается больше у спортивного аппарата диапазон скорости огромные поляра пологая и соответственно зона в которой у него аэродинамическое качество близко к максимуму и почти не меняется она очень большая здесь на том что я нарисовал это зона имеет ширину ну где-то километров 6-7 в час это много учебного парапланчик озона в которой у него аэродинамическое качество заметно не меняется это буквально 2-3 километра в час что заставляет пилота очень ответственно подходить к выбору режимов если это пилот пытающийся максимально эффективно летать на своем учебном крыле случае с компетами все соответственно намного проще крутой пилот-компетитор он там выжил акселератора потом подумал подумал выжил его еще больше а у него качество так как-то и не меняется практически незаметно чтобы она сильно менялась едем дальше из того что разные радиусы кривизны поляр дают разную ширину в километрах час зоны где у нас качество мало меняется следует один интересный вывод для тех кто очень верит в циферки любят прибора вот эту вот табличку которая слила которая называется менее правильная опубликовал однажды на форуме параплан ru некий пилот который был очень озабочен тем чтобы летать все время на оптимальных режимах что мы видим в этой табличке он попытался посчитать там каким-то образом неважно по каким алгоритмом а оптимальную путевую скорость для парапланов разных классов ну енце енд это енце это довольно спортивная техника енд это уже сильно спортивная техника мы видим что в его табличке все скорости посчитанную с точностью до сотых долей километра в час после запятой то есть видимо этот человек считал что мы должны идеально попадать в режим с точностью до этих сотых и если мы вот в данном случае развили скорость 43,85 километра в час то это значит что все стало плохо в реальности все конечно выглядит не так конечно же вмешивается болтанка вмешивается то что мы вынуждены так или иначе пилотировать, но больше всего вмешивается тот факт, что если у нас поляра сильно вытянутая, если у нее большой диапазон скоростей, то и зоны оптимумов, они очень полугие, и, соответственно, допустимая ошибка в горизонтальной скорости, она достаточно велика. Вот, соответственно, я бы эту табличку исправил вот так вот. То есть оптимум, неважно по какому алгоритму вычисленный там для каких-нибудь ЕНД, он может иметь ширину километров 5 в час, там речь не идет ни о каких сотах. И даже для учебной техники, для нее эти оптимумы, они имеют ширину все равно 2-3 километра в час. Ну, я имею в условиях реальной жизни. Ну, вот, с одной стороны, конечно, неприятно, что приходится очень внимательно следить за режимом, когда ты летаешь на учебном крыле. Люди, летающие на учебной технике, и без того загружены другими задачами. Но, с другой стороны, вот еще один резон для людей переходить на более спортивную технику, где так внимательно за режимами можно уже не следить. Так, а вот теперь начинаются совсем интересные вещи. Чем у нас различаются настройки, которые дают конструктора крыльям разной степени продвинутости? Это уже тонкая вещь, но вещь очень важная. На этом надо заострять. Итак, вооружимся знаниями, которые мы получили на протяжении нескольких предыдущих слайдов. И давайте пока не будем смотреть на этот график, а давайте мы с вами помечтаем. Вот, каков должен быть наш идеальный параплан мечты для того, чтобы летать круче всех, для того, чтобы победить на Кубке мира, при этом ничего не умея. Шучу, конечно. Это должен быть параплан, у которого, во-первых, огромная максимальная скорость. Во-вторых, у него, конечно, должно быть гигантское аэродинамическое качество. Ну, в-третьих, у него должна быть маленькая скорость снижения. Ну, про безопасность, про программность я сейчас молчу. Я сейчас говорю только о поляре. Теперь давайте думать о том, как этого добиваться. Мы же с вами уже умные, мы несколько слайдов посмотрели. Итак, большое аэродинамическое качество. Для этого нам нужно крыло с большим удлинением, с какими-то красиво сделанными законцовками. Ну, тут все понятно. Большая скорость, в том числе, максимальная. Для этого нам нужно крыло маленькой площади. Кроме того, я показывал, что эти вещи несколько взаимосвязаны. Чем больше мы делаем удлинение, тем лучше крыло несет, тем больше килограммов подъемной силы можно снять с метра квадратного площади при прочих равных. То есть, по мере повышения класса крыла и повышения его летучести, площади они, ну, автоматически должны уменьшаться. Итак, это очень длинное, очень маленькое крыло. Все, мы получили большое качество, большую максимальную скорость. Но, естественно, любая паука на двух концах. И, сделав крутую, ну, в смысле, очень хорошую правую часть поляра, она крутая в кавычках, но при этом пологая, как график. У нее очень маленький угол наклона. Сделав хорошую поляру справа, мы могли что-то потерять слива. Здесь у меня нарисованы две поляра, у которых левые границы, они соответствуют одному и тому же значению горизонтальной скорости. Но, в реальности, когда прогресс у спортивной техники пошел как раз очень круто в сторону увеличения максимальных скоростей, правые границы поляр у спортивной техники, они поехали тоже вправо. Да, в общем, и все поляры начали смещаться вправо, в том числе и за счет уменьшения площади. Потому что все хотели как можно больше скорости, а чего там на малых скоростях происходит, никого не волновало. Повышенные минимальные скорости, на самом деле, дают целую кучу разных проблем. Ну, во-первых, банально тяжелее взлетать, садиться, когда скорости большие, тяжелее попасть в площадку, более высокие требования к тому, чтобы аккуратно притереть аппараты к земле, чтобы убрать эти скорости практически в нуль. Короче, это тяжело и некомфортно. Второй момент чуть менее очевидный. Чем выше скорость, тем больше требования параплана к быстроте пилотирования и к его качеству. Если у нас есть два параплана, один из которых имеет снижение метров в секунду на скорости 5 метров в секунду, а другой имеет снижение метров в секунду на скорости 10 метров в секунду, это значит, что второй параплан мы вынуждены пилотировать вдвое более быстрым темпом, когда мы летаем в термике. Если у нас на какое-то действие есть условно секунда на первом из этих парапланов, то на втором мы должны то же самое проделывает за полсекунды это уже тяжело такой немножко автопик у меня был забавный опыт парения на очень маленьком парапланчике в очень сильных горных потоках в индии несколько лет назад это был парапланчик площади чего-то там типа 13 или 14 квадратных метров я не помню он был очень вертки и за счет своей фантастической маневренности он позволял держаться в очень сильных ядрах прямо близко к ядру потока в результате в среднем я мог парить примерно так же как все остальные я просто летал совсем в центре а все летали вокруг меня вот так вот медленно и вальяжно но такой стиль полета очень выматывает меня хватило где-то на час после этого я понял что все я больше не могу я полетел на посадку вот такие вот дела творятся когда скорость на которой ты достигаешь какого-то меняемого снижения становится очень большой так что не так все просто соответственно конструктора парапланов быстро осознали что негоже задирать мы минимальные скорости сильно высоко и поэтому начали появляться технические решения которые позволяют не только очень сильно растянуть поляру вправо но и сохранить его левый конец на каких-то вменяемых значениях горизонтальной воздушной скорости одним из таких решений которая очень хорошо многим известно является так называемый shark nose я даже нарисую сейчас shark nose это на самом деле очень хитрая форма профиля то есть типовой профиль кровопараплана он какой-то вот такой вот он довольно толстый у него тут все гладко без каких-то чудес а shark nose он выглядит немножко по-другому ну вот у него здесь обязательно есть такая вот подрезочка но тут такое брюшко есть и где-то вот в этой зоне у него расположен воздухозаборник в чем смысл настолько извращенно выглядящего профиля да у него может быть больше профильное сопротивление у него вообще сопротивление может быть больше по целому ряду причин но фокус том что заборник расположены вот здесь вот он очень хорошо работает в очень большом диапазоне углов атаки а у параплана такая специфика что когда мы обычный профиль задираем на большие углы то воздухозаборник расположены где-то здесь он может перестать нормально работать то есть вот вот этот же профиль который задран на большие углы заборничек вот здесь вот но вот обтекание идет как-то вот так вот ну вот короче говоря вот практика показывает что заборник расположены здесь он работает плохо а когда мы делаем то же самое с shark ноузом да тут в общем даже и по картинке уже видно что будет там какая-то струйка течения условно говоря которая попадает прямо в заборник и соответственно shark ноуз он работает очень хорошо получается что у нас крыло наполненное но тоже все работает у него там нет складок у него нет никаких проблем и в результате такие профиля не позволяют несколько затянуть срыв они позволяют сдвинуть левую границы поляры влево это один из эффектов которые дают такие профиля ради исторической справедливости замечу что хотя сейчас все считают что shark ноуз разработала зон но на самом деле попытки предпринимались и до зоны неоднократно и одним из пионеров этого дела в мире была наша отечественная компания паравис у них было наверное четыре или пять моделей парапланов с shark ноуз подобными решениями все это работало работала кстати классно но на самом деле у shark ноуза больше смыслов но я сейчас рассказал один из наиболее существенно короче говоря мы получаем меньше минимальные скорости точнее мы получаем минимальные скорости на том же уровне который был но при этом вся поляра она может там быть сильно расширена вправо за счет уменьшения площади крова и за счет повышения удельной нагрузки на него теперь значит возникает интересный момент у нас все уехало вправо но здесь кстати говоря нарисованы еще такие вот точки на этом графике ну синяя стрелка это минимальная скорость снижения ну режим на поляре минимальной скорости снижения а зеленая стрелка это режим максимального качества который часто задается конструкторами в качестве балансировочного режима так вот мы видим что по крайней мере на этих картиночках у нас режим балансировочные и режим минимального снижения они подошли очень близко друг другу ну вот а вот на этой картиночке они разнесены достаточно сильно для этого тоже есть некая причина которую наверное придется нарисовать на отдельном флипчарте тут мне придется нарисовать две разные поляра и по ним как-то пройтись значит поляра номер один что-нибудь такое откровенно учебное я буду рисовать утрированно для того чтобы материал понимался легче шарах и все диапазон скорости маленький кровизна у поляры бешеная так сейчас соображу как получше это нарисовать нарисовать наверное как то вот так вот я начну рисовать поляру нашего гипотетического компьютер середина левую через буду дорисовывать отдельно значит нам нужно больше скорости больше качества ok значит мы начинаем рисовать отсюда и рисуем ее куда-то сюда вот то есть уже понятно что это поляра оно намного лучше качество больше максимальная скорость уже намного больше но у нас же остается проблема с левой частью поляра но вот а с левой частью поляра НАУКИ у нас там шаркнулась допустим у нас тут происходит чё-нибудь вот такой вот ну конечно я криво нарисовал но смысл понятен понятно что у нас то скорость они примерно одинаковые получится это отсечка по невозможности летите по срыву она окажется у них примерно в одном и том же месте теперь мы с вами начинаем вспоминать о том почему вот эта поляра получилось такой вот вытянутой вправо я уже говорю про маленькие площади и про то что с крыла с большим удлинением можно снять ту же подъемную силу при маленькой его площади поэтому у нас поляровать сюда вот выкинуто но при этом при этом у нас изначально и так сказать балансировочный режим но как это было там 15 лет назад он окажется где-то вот здесь вот а у этого крыла учебно он окажется где-то вот здесь вот ну примерно так рассуждаю но балансировочный режим она раньше по крайней мере в исторической перспективы выбирался как режим ну просто максимального качества это сейчас нарисую ну да более-менее попал вот у нас балансировочные режимы выбранные так как их выбирали там 15 лет назад но здесь мы видим ну неприятный момент что у нас тут высокая балансировочная скорость то есть на старте такой аппарат надо сильно тормозить клевантами он скорее всего будет резко себя вести он будет склонен ко всяким клевкам ничего хорошего на самом деле поэтому хочется как-то сделать так чтобы у нас было вот это вот здоровенная правая часть поляра которая нужна нам на соревнованиях да и вообще в полетах в основном против ветра но в то же время добиться того чтобы балансировочная скорость у нас была поменьше как это сделать но как это сделать конструктивно это вопрос конструкторам это вопрос установочных углов вопрос того как стропление сделано но короче мы же сейчас мечтаем о нашем идеальном параплане ну вот мы берем вот эту вот точечку перемещаем куда-нибудь вот сюда вот вот наша новая балансировочная скорость как мы видим на ней у нас качество уже не максимально она чуть-чуть поменьше может быть но при этом мы получили режим полета ну точнее получили воздушную скорость которая сравнимо с таковой у более учебного крыла ну ладно не очень удачно нарисовал может быть может быть попробую перерисовать сам по себе рисунок не очень информативный так сейчас ладно сейчас нарисую какую-нибудь вообще монструозную поляру которых в реальной жизни не бывает вот сейчас все будет видно нормально то есть вот здесь у нас балансировочный режим он изначально был вот такой вот но по нормам там 20-летней давности здесь у нас балансировочный режим был вот такой вот но здесь но но это я нарисовал поляру фактически планера понятно что здесь балансировочный режим люди так не бегают тут какие-то чудовищные скорости поэтому такое гипотетического параплана с площадью там 10 квадратных метров и с удлинением там допустим 20 у него балансировочная скорость она уже не позволит нормально взлетать и садится будь ты хоть трижды шорохов поэтому тут все равно был сервовая скорость пришлось бы двигать вот назад очень сильно и вот мы получили пара план но вот который очень здорово летает но у которого балансировочная скорость она в общем вменяемо она такая же как у учебного крыла и вот здесь уже начинаются интересные эффекты вот здесь мы видим что у нас аэродинамическое качество на балансировочной скорости она хотя и побольше чем учебного крыла но она заметно меньше чем та которая в принципе возможно на такой поляре то То есть мы искусственно загнали крыло в такой балансировочный режим, где оно, да, медленное относительно, ну, точнее, оно такое же быстрое, как учебное крыло на балансировке, оно там комфортное для взлета-посадки, с ним комфортно работать в каких-то потоках плюс-минус, но при этом оно не показывает того максимального аэродинамического качества, на которое оно способно. Но еще раз повторю, плюс в том, что с этим крылом комфортно работать не на акселераторе, на взлете-посадке и в каких-то случаях парение. Так вот, ребята, в реальности все так и есть. Современные крылья, сильно спортивные, они где-то так и устроены. У них балансировочная скорость, она смещена сильно влево по поляре, ну вот, и в реальности она очень сильно приближается к режиму минимальной скорости снижения. Так вот выходит. А у того, что балансировочная скорость сильно приближена к режиму минимальной скорости снижения, есть еще свои плюсы. Когда мы пытаемся парить в термиках на какой-нибудь учебной технике, Ну, тут, наверное, впору либо здесь дорисовывать, либо еще на листике. Когда мы летаем на учебной технике, то мы вынуждены сугубо из-за того, что у нее в этой технике такая корявая поляра, мы вынуждены очень сильно зажимать клеванты. Вот, я сейчас рисую вообще чудовищный учебный дуболет с вот такой вот позорной полярой. Ну вот, балансировочный режим у него, ну, где-то вот здесь вот плюс-минус, потому что у учебных крыльев балансировочный режим все равно задают примерно там, где у него максимальное аэродинамическое качество. А минимальная эта скорость снижения у нас вот здесь вот. Разница между этими режимами по скорости, она очень велика. Ну вот, и, соответственно, мы вынуждены довольно сильно зажимать клеванты, чтобы достигнуть минимальной скорости снижения. В реальности, когда я там год или два назад тестировал один учебный дуболет от одной уважаемой корейской фирмы, я помню, что у меня получалось на нем нормально парить, но руки у меня все время были где-то вот здесь вот. В таком вот диапазоне я был вынужден работать, и после сильной спортивной техники это было даже некомфортно. Хотя я понимал, что да, на таком аппарате иначе ты никуда не упаришь, потому что его надо довольно сильно тормозить, чтобы он вообще мог там нормально парить. И объясняется это как раз вот этим эффектом. Тем, что у крыльев с полярами, которые короткие, с большой кривизной, балансировочный режим, он сильно отличается от режима минимальной скорости снижения. Ну вот, совершенно другая ситуация с современными компетами. Тут немного места не потребуется. Да, даже не с компетами, там со всякими продвинутыми ЕНЦ тоже самое происходит. Ну вот рисуем уже сильно более интересную поляру. Какую-нибудь вот такую вот. Ну это я, конечно, утрированно нарисовал, но все меня поймут. Значит, режим КАМАКСу он где-то здесь. Минимальная скорость снижения у него где-то вот тут вот достигается. Ну и, короче говоря, балансировочный режим, он может находиться где-то вот в окрестности вот этой точки. Обычно это так делается. Там чуть-чуть правее, чуть-чуть левее. Чем выше класс крыла, тем эти два режима у них ближе сходятся. Сейчас нарисую как-то вот так, чисто символически. У совсем компетов, насколько я знаю, доходит уже до того, что эти два режима различить не удается. Это одно и то же. То есть ты бросаешь клеванты, ты не пользуешься акселератором, и опа, у тебя режим минимальной скорости снижения. То есть для парения надо просто перевожить вес, ну вот, и как бы все. Ты будешь крутиться с минимальной скоростью снижения. А зажимая клеванты, скорее всего, скорость снижения ты будешь уже увеличивать, потому что начнешь смещаться по поляре влево. То есть туда, где у него уже скорость снижения становится побольше. На самом деле это офигенно комфортно, когда пилот опытный, когда его не пугает необходимость работать очень маленькими ходами клевант, потому что большие хода клевант – это большая нагрузка на руке, и, соответственно, от этого там просто устаешь со временем. А когда работаешь с такими сантиметровыми движениями, если у тебя хватает на этой технике пилотирования, это очень приятно. Это, я считаю, тоже один из плюсов современных парапланов. Теперь внезапно вспоминаем про такую штуку, как триммера. Когда-то, когда они были распространены на спортивной технике, триммера делали чего? Они фактически позволяли из этой точки поляра переехать в эту точку поляра, при этом зажимая как раз триммера. Фактически парапланы были более многорежимными, чем теперь. У них было несколько балансировочных режимов с зажатыми триммерами, с отпущенными. Зачем их использовали? А затем, что при зажатых триммерах не возникало необходимости сильно работать клевантами. Если на старом спортивном короле ты летел без триммеров, в смысле с отпущенными триммерами, и попадал в какой-то сложный поток, значит руки уходили вот сюда, потому что поляра были плохие. Ну и ты там как-то работал, руки уставали, все это было не очень приятно. А когда на такой же технике ты зажимал триммера, то, соответственно, ты переезжал по поляре вот куда-то вот сюда, вот уже практически, не используя клеванты. Клеванты после этого возникала необходимость давить совсем на чуть-чуть, там на 10-15 сантиметров, и возникал в потоке очень большой комфорт. Правда, все это было связано с рядом проблем. Триммера надо было не забыть отпустить в определенных ситуациях. Естественно, триммеры были совместимы с акселератором. В общем, такая довольно неудобная вещь по-своему, лишний орган управления. У современных парапланов этого нет, и это на самом деле классно, потому что у нас сильно спортивная техника, она уже сидит вот где-то вот в этих режимах, я имею в виду балансировочный режим. То есть концы сделаны так, как будто бы у них есть триммер, который всегда зажат. Ну и все, и нормально. Впрочем, из всего этого следует очень интересный эффект. Да. Ага. А, спасибо. А то там вставать чуть-чуть неудобно. А, спасибо. Да, благодарю. Итак, получается, что у нас парапланы такие достаточно современные, они оказались по ряду причин на балансировочном режиме, который довольно-таки замедленный. Это не режим максимального качества, это режим ближе к минимальной скорости снижения. Ну и с одной стороны это хорошо, но вот с другой стороны это не очень хорошо тем, что у нас вся здоровенная правая часть поляра, она становится достижима только с использованием акселератора. И в результате выясняется, что почти на любом современном параплане, который выше, чем ENA, на многих бэшках, для того, чтобы эффективно использовать поляру, нужно пользоваться акселератором. С акселераторами вообще интересная история. Когда поляру парапланов были вот такие вот позорные, как здесь, акселераторы были не очень эффективные. Да, вы это сами видите по поляре. Скорости они прибавляли мало, а качество они портили очень сильно. Соответственно, акселератор – это был орган управления, который использовался, чтобы удрать от какой-то страшной тучи, либо, может быть, на последнем километре финального глада, когда ты прилетал к финишу с избытком высоты, и видел, что он там, Вася, он на 100 метров впереди, а я чуть-чуть отстаю, но я выше. А все, топим, а то, что я 500 метров потеряю на этом переходе, никого уже не колышет. В современных условиях и с современными полярами ситуация, к счастью, поменялась очень сильно. Но вот еще раз смотрим на эту вот замечательную красную поляру современного хорошего крова, и мы видим, что, во-первых, нам доступен просто огромный скоростной диапазон. Вон тут до 66 примерно километров в час нарисовано. А во-вторых, у нас на всех этих скоростях качество, оно оказывается повыше, чем у учебного дуболета. То есть, вот присмотритесь, представьте себе, что мы проводим касательные, точнее, не касательные, а мы просто проводим линию из начала координат через разные точки этой поляры справа, вправо ее части. Ну вот, каждая такая линия, она наклонена под углом, который соответствует углу планирования в спокойном воздухе. Соответственно, вы видите, что наш гипотетический компет, он во всем вот этом вот диапазоне скоростей, правее балансировочных режимов, он имеет качество выше, чем максимальное качество учебного крыла. Это же просто фантастика. 20 лет назад о таком мечтать не могли, и вот оно пришло. Но напомню вам еще раз, что у нас вся вот эта вот замечательная правая часть поляра, она достижима только с использованием акселератора. Потому что вот наша минимальная скорость снижения, вот наш балансировочный режим, который на спортивной технике уже слился практически с режимом минимальной скорости снижения. Ну вот, и следовательно, для того, чтобы оказаться вот здесь вот, чтобы оказаться правее вот этих двух режимов, единственный вариант это сделать, это сжать акселератор. Поэтому, ребята, как только, но я обращаюсь не только к живой аудитории, но и к интернетской, как только вы начинаете задумываться о том, а не прикупит ли мне какую-нибудь клювую С-шку, или там даже клювую Б-шку, если это современное крыло, а не 15-летней давности, сразу же примите как данность то, что вам надо будет тут же начинать учиться летать на нем на акселераторе. Потому что, если вы купили такое хорошее современное крыло, и при этом вы по каким-то вашим идеологическим соображениям акселератором пользоваться не хотите, значит, вы находитесь вот здесь вот. Вам доступно только поляра. А вторые поляра, за которые вы заплатили вашу 1000 евро или там 1500, они вам становятся недоступны. Еще есть такая хорошая аналогия, что если вы купили там достаточно навороченный параплан, но при этом не летаете на акселератор, это как купить навороченную машину, но ездить всегда из принципа только на первой передаче. Зачем? Если вы не пользуетесь акселератором, значит, вы половину там или две трети денег за параплан заплатили просто зря. Ну да, я знаю, что есть люди, которые любят висеть выше всех в динамике, это такой стиль полета. Но если вы хотите висеть выше всех в динамике, вам не нужна вот такая вот поляра. Замечательная. Сильно вытянутая вправо, там с большими скоростями, с большим глайдом. Вам нужна поляра, которая сильно задрана вверх, а какая у нее при этом кривизна, это никого не колышет. Вас ведь интересует только минимальная скорость снижения. Соответственно, для тех, кто хочет висеть выше всех, да вам просто надо летать в одиночку в тандеме. Потому что у тандема у него не важно, какая поляра, важно только то, что она поднята сильно вверх. У тандема, когда летаешь на нем в одиночку, у него по всем режимам скорость снижения всяко будет меньше, чем у одноместного крыла, потому что нагрузка на крыло сильно меньше. Так что нет большого смысла огнаться за какими-то крутыми полярами, если задача просто висеть выше всех. Практически все современные крылья от ЕМБ, и даже включительно и дальше, они все так или иначе очень оптимизированы под полет на акселераторе. Привыкайте к этому, и с этим надо мириться, потому что иначе получается, что вы не раскрываете потенциала ваших крыльев по полной. Едем дальше. Тут возникает еще один интересный эффект, как наши замечательные поляры с очень большим аэродинамическим качеством работают, когда у нас есть некая спираль. Вот эту картинку обезжалостно содрало уважаемой фирмы Озон, и она вроде бы не про то, хотя на самом деле про то. Чем выше у параплана аэродинамическое качество, тем оно выше в том числе и в спирали. Когда мы параплан загоняем в какое-то умеренное вращение, у него на самом деле есть некая зависимость скорости снижения от радиуса. Сейчас я нарисую парочку очень важных графиков, которые связаны уже не с полетом горизонтальным, а с вращениями, то есть фактически с набором высоты. Итак, график номер один. Здесь у нас будет радиус в условных метрах, а здесь у нас будет скорость снижения в условных метрах в секунду. Цифр не рисую, потому что все это такие качественные оценки. Сейчас я вам нарисую зависимость скорости снижения параплана от радиуса вращения, при этом в некоторых предположениях. Предполагается, что мы пытаемся закрутить наш гипотетический поток как можно уже, но при этом добиться минимально возможной скорости снижения на данном радиусе вращения. То есть мы там переносим вес, давим внутреннюю клевантову, потом еще подавливаем внешнюю, чтобы слишком быстро не сыпаться. И вот в таких предположениях можно построить некую кривулину, которая будет выглядеть как-то вот так вот. Когда у нас радиус очень большой, у нас будет скорость снижения, которая просто там равна минимальной скорости снижения параплана в прямом полете. Мы это уже на предыдущих флипчартах проходили. А чем больше мы заваливаем параплан в спираль, тем у нас скорость снижения, к сожалению, становится больше. И в конце концов она там у нас уходит куда-то в дурную бесконечность. Понятно, что мы физически не можем там вращаться в этой зоне. Понятно, что когда у нас начинается скорость снижения где-то там 20 метров в секунду, это уже большая перегрузка. Это нормальный человек уже не способен длительно пилотировать. Поэтому ни о какой бесконечности речи нет. Есть просто отсечка по физиологическим возможностям человека. Но принципиально важно то, что чем у нас меньше этот радиус, тем у нас больше скорость снижения при прочих равных. Ну вот, теперь, значит, я нарисую еще одну картинку, на которой у нас будет уже два таких графика. R и VY. Одна картинка у нас будет для нашего гипотетического дуболета, а другая будет для гипотетического компета. Сейчас вы будете догадываться, какая картинка для Куго. Итак, начинаться они будут примерно там плюс-минус в одной и той же точке. Допустим, как-то вот так вот. Значит, вот у нас картинка номер один. А вот у нас картинка номер два. Ну вот, теперь я обращаюсь к аудитории и попрошу аудиторию угадать, где картинка для какого аппарата. Где у нас спортивный аппарат, а где у нас аппарат учебный. Ну, аудитория смелее. Ладно, сейчас, значит, вот я наложусь. Вот это вот картинка для кого? Для учебного или для спортивного? Да, на самом деле все правильно. Вот это спортивный. То есть при заданном радиусе вращения у спортивного аппарата скорость снижения, конечно же, меньше. Но я сейчас не буду тут вам рисовать 10 флипчартов формулы. В этом просто нет прикладного смысла. Но просто поверьте мне на слово, что для спортивной техники это вот так вот. Чем выше аэродинамическое качество в прямом полете, тем меньше скорость снижения и в спирали, которая вот определенным образом создана. В спирали, которая, ну, с приторможенным слегка крылом. Ну, короче говоря, в спирали термической. Ну вот, в некоторых случаях это большой плюс, а в некоторых случаях это минус. Теперь возвращаемся вот сюда вот. Здесь рассматривается ситуация, когда человек просто пытается убежать очень крутой спиралью от каких-то опасных условий. Соответственно, когда у нас параплана учебная, это не проблема. У него аэродинамическое качество низкое, но, соответственно, мы делаем спираль с небольшой перегрузкой и падаем как кирпич. А вот если у нас параплан спортивный, у которого скорость снижения слабо нарастает по мере уменьшения радиуса, вот тут начинаются проблемы. На спортивной технике можно крутиться уже с такой перегрузкой, что там туннельное зрение, дышать тяжело и все такое, а при этом снижаешься как-то не очень быстро. Поэтому какие-то хорошие люди придумали такую вот вещь под названием антижет. Антижет – это просто парашютик, который мы выкидываем из подвески, он там площадью квадратный метр, и он превращает на некоторое время наш гипотетический компет в дуболюд. Он просто-напросто создает очень большое сопротивление, и, соответственно, качество падает, и вместо вот этой вот кривулины на флипчарте мы внезапно оказываемся вот на этой кривулине. Теперь опять-таки вопрос к аудитории на усвоение материала. К какому типу сопротивления вы бы отнесли сопротивление парашютика антижет? Я там три типа перечислял – профильное, индуктивное и вредное. Ну, да, да, совершенно верно. Правда, в случае, когда мы занимаемся тем, что пытаемся от чего-то свалить в спирали, это сопротивление оказывается скорее полезным, но по классификации сопротивления оно, конечно, вредное, потому что оно не связано с образованием подъемной силы. Это просто сопротивление. Так вот, самый простой способ объяснить, чем учебная техника отличается от спортивной в термической спирали, можно сказать, что у каждого учебного крыла есть собственный встроенный антижет. У них очень большое сопротивление, и индуктивное, и вредное, там, все виды сопротивления большие, поэтому вот эта картинка, она больше похожа на то, как в спокойном воздухе спиралит учебный аппарат, а вот эта больше похожа на то, как спиралит спортивный при всех прочих равных. Ну, при одной и той же интенсивности спирали, при одном и том же ее радиусе. Итак, получается, что палка о двух концах. С одной стороны, спортивная техника может себе позволить либо также снижаться при большем радиусе, либо держать меньше радиус, чем учебная техника, а учебная техника начинает довольно быстро сыпаться по мере уменьшения радиуса. Соответственно, на учебной технике в термиках становится достаточно тяжело, а у компетов в этом смысле есть некоторые преимущества. Так, едем дальше. Ну, это, наверное, материал, который известен здесь многим, но, тем не менее, все это надо разжевывать еще раз. Ну, про парение я рассказывал только что, а переходы по ветру и против фетра это надо мотать назад. Сейчас я это проделаю. Итак, вот у нас исходные поляры, которые поляры без кавычек, где у нас нарисована зависимость между горизонтальной и вертикальной воздушной скоростями. Ну вот, а вот это вот, это уже поляра в кавычках, это зависимость путевой скорости, между путевой скоростью и скоростью снижения. В предположениях, что у нас есть некий ветер, и при этом нет никаких восходящих-нисходящих потоков. Сравниваем две картинки еще раз, мы это уже проделывали, и видим, что спортивный аппарат, он очень сильно выигрывает и по качеству, тут просто чудовищная разница, и, конечно же, по скоростям именно путевым. Он летит быстрее, он снижается намного меньше, чем может себе это позволить учебный аппарат, при прочих равных. Полет по ветру. Тут ситуация совершенно, на первый взгляд, неочевидная. Здесь, во-первых, понятно, что оптимальные по качеству, точнее, по гладью режимы у обоих парапланов, они смещаются влево. А во-вторых, видно, что наш гипотетический компет, он выигрывает не так уж и много, как он выигрывал при полете против ветра. Соответственно, если мы с вами рассуждаем о маршрутах по ветру, о каких-то местах, где против ветра летать маршруты почти нереально, потому что он постоянно очень сильный, и вы вообще планируете летать маршруты по ветру, это значит, что какое-то суперкрыло вам, в общем-то, и не нужно, потому что вы все равно будете летать на притоможенном крыле на каждом переходе, и акселератор вам будет нужен только для того, чтобы ускоряться. А разница в аэродинамическом качестве, она в данном случае, точнее, не в аэродинамическом качестве, а в гладе, она становится не такой большой даже между очень учебными и очень спортивными крыльями. Но как только вы заикаетесь о том, что вы хотите летать боком к ветру или, тем более, против ветра, тут каждое небольшое улучшение летучести вашего крыла, там подъем на полкласса вверх, тем более на класс вверх, он меняет ситуацию радикально, потому что поляра становится лучше. А если мы рассуждаем не в терминах поляра, а в терминах вот таких вот графиков в зависимости от скорости снижения от путевой скорости, то здесь становится видно, что спортивная техника начинает выигрывать очень и очень сильно. Так, что я там еще не рассказал? А, ну, в общем-то, я все рассказал по этому слайду. Да, теперь, пока я не перешел сюда, заострю на некой вещь, я сам себя все время поправлял, глайд и качество. Качество и глайд. На самом деле термин глайд, он в таком техническом простой речи уже давно используется, но он неофициальный, его не найдешь, пожалуй, ни в каких учебниках, кроме, быть может, моей книги про параплан «Летайте безопасно». Итак, аэродинамическое качество – это зависимость, точнее, это результат деления некого коэффициента подъемной силы на некий коэффициент сопротивления. Это определение. С прикладной точки зрения это также равно отношению горизонтальной скорости относительно воздуха к вертикальной скорости относительно воздуха. Также оно равно отношению путевой скорости к скорости снижения при условии, что воздух мертвый, что он вообще никуда не течет, ни горизонтально, ни вертикально. Теперь, значит, что такое глайд. А, ладно, я здесь все-таки напишу, что… Как бы это так называть? Допустим, вот так вот. Скорость горизонтальная путевая, скорость вертикальная тоже. А, ну просто скорость вертикальная. А, вот, относительно земли, ground. Но вот это вот при условии, что ветра у нас вообще нет. Ну, винт имеется в виду. Ну, теперь, значит, что такое глайд. Ну, глайд это неофициальный термин, поэтому знак строгого определения рисовать не буду. Ну, вот, глайд это скорость горизонтальная относительно земли к вертикальной скорости относительно земли g. Либо, если угодно, это у нас есть арктангенс угла планирования. Так, угла планирования у меня тут нигде нет. Ну, ладно, там нарисую некую условную быту. Ну, глайд это величина сильно более удобная в рассуждениях. Кроме того, некоторые летные компьютеры, они просто-напросто вводят на дисплей как раз величину, которая у них там внутри называется глайд. В чем удобство? Ну, допустим, когда речь идет о соревнованиях, совершенно нормальная ситуация, когда тебе осталось там до финиша 10 километров, ну, вот, и твои приборы показывают тебе, что потребный глайд до финиша равен, допустим, 8. Это значит, что ты долетишь как раз до финиша, если будешь на каждые 8 метров пройденного маршрута терять метр высоты. И вот летишь ты в 10 километрах от финиша и паришься. Потребный глайд до финиша 8. Вот сколько у меня будет реальный глайд, когда я на этот финиш полечу? Если есть абсолютная уверенность, что там глайд никак не упадет меньше 8, значит, все, можно на финиш лететь, и ты до него долетаешь. А если ты попробовал пролететь против фетра, и, ой, блин, да у меня же глайд-то пятерка даже на полном акселераторе, это значит, что рановато лететь на финиш. Это значит, что надо добиваться потребного глайда до финиша, ну, где-нибудь там 5, а может быть даже и меньше. Так что глайд это на самом деле величина, которой все оперируют, по крайней мере, там все, кто регулярно соревнуются. Но в то же время это технический термин, который пока еще в обиход, ну, он не признан официальным. Но я считаю, что рано или поздно его признают. Итак, аэродинамическое качество совпадает с глайдом тогда, когда воздух мертвый. Но в реальности, конечно же, намного чаще пользуются понятием глайд, потому что это не техническая характеристика крыла, а описание текущего полетного режима и текущего сочетания путевой скорости и скорости снижения. Просто разные вещи. Теперь, значит, начинаем делать выводы из всего того, что я вам тут наговорил. Во-первых, есть такая фраза, она столь же красивая, сколько на самом деле и непонятная. Не мешай крылу лететь. Я слышал кучу трактовок, они все более или менее правдоподобные, но сама фраза, она непонятная. Что значит не мешай крылу лететь в данной нашей конкретной ситуации, когда мы там сравниваем поляру разных крыльев? Я сегодня вам уже все уши прожужжал про то, насколько важен полет на акселераторе на современных крыльях. Что там полполяра, они достижимы только на акселераторе. Раньше так не было. Но проблема в том, что чем больше у нас скорость, тем крыло, как правило, острее реагирует на любые управляющие воздействия. И тем больше мы теряем в глайде, как раз в угле планирования, если мы как-то вмешиваемся в управление. Если мы действуем вообще как совсем полные чайники, летим на акселераторе и внезапно там как-то колбасно, ой, там страшно, ужасно сейчас сложат. Самое безобразное, что можно сделать, это не бросая акселератор, зажать клеванты. Я это действие сравниваю с действием, когда мы на машине увидели впереди открытый люк и не бросая газ нажали на турмоз. Понятно, что это очень вредно машине, понятно, что эффективность торможения очень низкая. Ну а применительно к параплану, если мы, не отпуская акселератор, выжили клеванты, на некоторых парапланах с определенными профилями это приводит банально к фронтальному сложению. Есть достаточно интересный механизм, который к этому приводит. В принципе, даже можно этому отдельный флипчарт посвятить. Итак, у нас есть некий профиль крыла. Я не буду рисовать шаркнозом, но просто там обычный профиль. И значит он у нас куда-то там летит. Вот такая ситуация. Теперь, значит, ситуация изменилась, и мы решили зачем-то зажать клеванты. Значит, вы видите, это будет как-то вот так вот. Профиль изначально был тот же, но вот мы его сильно изменили. Профиль крылался с зажатыми клевантами. Теперь я нарисую вокруг этих двух профилей некие очень интересные картинки. Распределение давления вокруг профиля. Из каждой точки профиля я выпущу вверх линию, которая будет, ну, длина которой будет обозначать давление данной конкретной точки профиля. Значит, я уже рассказывал, что крыло у нас сверху создает разрежение, а снизу оно создает, наоборот, там, некоторый подъем давления статического в потоке, за счет чего, собственно, и возникает подъемная сила. И выглядит это все как-то вот так вот. Значит, вот в этой точке у нас как-то вот так, здесь больше, здесь еще больше, это величина разрежения. А дальше эти разрежения начинают плавно спадать. Здесь, наоборот, у нас будет прирост давления, и тут картинка, она не настолько впечатляющая, но там тоже происходит. Если мы нарисуем огибающие этих линий, мы увидим какую-то вот такую вот картину. Правильно это называется распределение ЦП по хорде, но мы здесь не на семинаре в научном институте, поэтому я говорю просто о том, что как-то так себя давление ведет. Теперь ситуация здесь. Здесь у нас ситуация очень сильно поменяется. Это будет выглядеть, на самом деле, примерно вот так вот. То есть, вот эта часть профиля сильно искривленная, она будет создавать какие-то очень большие модификации давления. Ну, и здесь у нас тоже какие-то вот такие дела начнутся. Ну, огибающая будет какая-то вот такая вот. Ну, я рисую все это весьма условно. Важно то, что у нас все эти дела с изменением давления, они сильно уехали по хорде назад. Теперь момент следующий. Давайте мы попробуем себе мысленно представить на каждом из этих профилей ту точку, в которой приложено равнодействующее всех этих изменений давления. В этом случае это будет, ну, грубо говоря, где-то вот здесь вот. Эта точка называется центр давления у профиля. А в этом случае все эти равнодействующие, они у нас окажутся где-то вот здесь вот. То есть, центр давления у нас очень сильно уехал по хорде назад. Ну, вот, теперь надо вспомнить о том, что где-то под этим крылом болтается несчастный парапланирист, который настолько глуп, что решил сжать клеванта одновременно с акселератором. Значит, парапланирист у нас находится где-то вот здесь вот. Ну, вот я рисую там красивый обтекаемый кокон. Вот. Значит, человечек. Значит, у всей этой конструкции есть центр масс на самом деле. Он, грубо говоря, находится где-то вот здесь вот. И в данном случае у нас центр масс и центр давления, ну, я рисую крыла, он находится на одной там практически вертикальной линии. То есть, вся эта система, она не создает никаких моментов, она просто ликит. У нее нет никаких причин куда-то там вращаться. Ситуация здесь. Вот, тот же самый парапланирист, который где висел, там же и висел. Его позиция под кроллом, она определяется в основном конструкцией стропления, когда у нас установившийся режим полета. Вот, тот же кокон, тот же человек, вот, выживший клеванта. И центр масс системы у нас тоже никуда не делся. Он как был здесь, он здесь и остался. Что мы видим здесь? Вот наша вертикаль. А вот у нас линия, которая соединяет центр давления и центр масс. Ну, вот, понятно, что так как эти линии не совпадают, у нас возникнет очень мощный момент, вращающий крыло вот в этом направлении. Получается вот такой вот парадокс. Вас там колбаснуло, вы испугались, зажали клеванты, и тут у вас крыло резко пошло вперед. Естественно, если оно пошло вперед сильно резко, то в итоге оно может сложиться. Эффект выражения не у всех профилей, потому что, ну, вы же видели, я рисовал там некие распределения давления. У разных профилей эти распределения разные. Я нарисовал очень фиговую ситуацию, но в реальности она встречается, встречается часто. В руководствах ко многим крыльям там прямо вот написано белым по-русскому или там по-английскому, что, ребята, не давите клеванты, когда у вас выжат акселератор. Да и вообще я ни на какой технике не могу это рекомендовать. Уж если вы чувствуете, что ситуация в полете на акселераторе стала какой-то очень горячей, вас там как-то разносит, какие-то колебания там, все дергается, не знаю, уши хлопает, первое, что вы должны сделать, это отпустить акселератор. Уж если вам стало совсем страшно. Потому что как только вы его отпустили, там уже все эти распреды давления станут другими, если вы начнете сжать клеванты, таких вот жутких эффектов уже не будет. Там все будет несколько иначе. Это первый момент. Второй момент. Многие из присутствующих здесь реально или виртуально, они так или иначе спортсмены. Спорт – это гонка на большой скорости. И, соответственно, даже когда плющит и колбасит, терять скорость не хочется. А вот этот маневр, связанный с отпусканием акселератора, это значит, что крыло сделало «хооо». Оно у нас влетело вверх, оно улетело назад, мы потеряли очень много скорости и на 500 метров отстали от конкурентов, условно говоря. То есть, с точки зрения безопасности этот маневр абсолютно правильный, но с точки зрения спорта он невыгодный. Что делать? Вопрос этот очень сильно мучил многих спортсменов на протяжении многих лет, и в итоге была изобретена гениальная вещь – управление задними рядами. В чем смысл управления задними рядами? В том, чтобы мешать крылу лететь как можно меньше, чем путем отпускания акселератора и работы клевантами. Вот. В чем тут разница? Значит, я снова нарисую два профиля крыла. Я даже специально напишу, что работа задними рядами. Значит, ситуация номер один. Мы жмем клеванты. У нас есть профиль, который весь такой страшный перекособочный, как турецкий огурец, и без боли на него смотреть невозможно. Зато он круто несет. Собственно, основной смысл клеванта – это давать крылу возможность развивать максимальное количество килограммов подъемной силы на единицу площади. Никаких других плюсов в этом зажатии клевант, в общем-то, нет. Ну вот, теперь, значит, вот тут у нас клеванты. Ну, тут я, наверное, даже три картинки нарисую. Значит, некая промежуточная картинка, допустим, для трехрядного параплана. Трехрядка. Значит, если мы на трехрядном параплане работаем не клевантами, а задними рядами, то у нас получится что-то… Сейчас соображу. Будет выглядеть как-то примерно вот так вот. То есть профиль большей частью не деформированный, и только в самом конце там что-то такое происходит. Чуть-чуть он сдеформировался. Ну вот, и, наконец, любимые некоторыми двухрядные парапланы. Так, сейчас, значит, раз, раз. Ну вот, а задний ряд мы подтянули. А у двух рядок, у них среднего ряда нет, как известно. Поэтому, если мы работаем задними рядами на двухрядке, то мы получаем очень интересный эффект. Мы получаем все тот же самый профиль, который вообще абсолютно никак не сдеформирован, но который просто чуть-чуть увеличивает угол атаки. Вот такая вот очень удобная вещь. То есть от вот такой вот ситуации, когда мы вдавили клеванта на акселераторе и получили там чудовищное падение качества, всякие неприятные эффекты типа там возникновения момента на пикирование, мы переходим к ситуации, но особенно на двухрядках, когда у нас профиль не сдеформирован вообще. Когда у нас профиль исходный, у него только угол атаки чуть-чуть меняется, и в результате мы сильно меньше теряем в аэродинамике, мы меньше теряем в скорости, и мы меньше теряем в дистанции, несмотря на то, что нас колбасит. У трех рядок ситуация, как видите, переходная, у них ни туда, ни сюда, профиль чуть-чуть деформируется, но все равно сильно меньше, чем при работе клевантами. Короче говоря, работа с задними рядами, она в любом случае очень полезна. По крайней мере, если вы имеете некие спортивные амбиции, если вы пользуетесь акселератором и хотите им пользоваться как можно более интенсивно. Что здесь плохо? Плохо то, что задние ряды имеют ограниченный ход, они имеют повышенную нагрузку, и задними рядами параплана технически сорвать проще, чем клевантами, потому что у клевант огромный ход и быстрое нарастание усилия на клевантах. Работая с задними рядами, особенно на удлиненной технике, вы можете иметь где-то там 20-30 см хода рядов до срыва. Дальше все срывается. И нагрузка на задних рядах гуляет не в таких больших пределах, как на клевантах, то есть профукать срыв несколько проще. Тяжелее заметить момент, когда срыв начинается, если только не летишь и не смотришь на крыло вот так. Но, в общем, все плюсы, за них приходится платить. Так что надо, конечно, учиться работать задними рядами, как только мы становимся минимально амбициозными спортсменами, но надо четко понимать, что это технически сложнее, и надо еще понимать, что задние ряды могут быть менее эффективны, чем клеванты. Поэтому учебно-тренировочный алгоритм, он какой-то такой. Если вы осваиваете полеты на акселераторе, если вы уже заплатили свои, не знаю, 2000 евро за новое крыло, и осознали, что тысячу вы заплатили за правую часть поляры, которая доступна только на акселераторе, это значит, что поначалу, когда вы учитесь летать на акселераторе, чуть что пошло не так, но бросили от этот акселератор, подождали, пока крыло пришло в себя, при необходимости клевантами подработали. Главное, что вы целы, живы и здоровы. Это всегда самое главное. Потом, когда вы постепенно начинаете осознавать, что крыло-то у вас очень стойкое к сложениям, потому что там пластик в передней кромке, какие-то специальные профиля, шарк-нос, все такое, вы постепенно привыкнете, что на самом деле не всегда можно бросать акселератор, и не всегда надо тут же начинать работать клевантами, как только вы его брусили. Но это доверие крыло должно возникать медленно, постепенно и осторожно. Соответственно, вы просто стараетесь бросать акселератор пореже, и руки держите на задних рядах, потому что задние ряды, помимо своей управляющей функции, они еще могут передавать некую информацию. С крыла вы чувствуете вариации нагрузки на задних рядах, и через это можете постепенно начать понимать, что с крылом происходит, и насколько у вас близко там, допустим, угроза сложения. Ну вот, это у нас второй шаг этого учебно-тренировочного алгоритма. Когда руки просто лежат на задних рядах, вы привыкаете к нагрузкам на рядах, к тому, как они меняются, но активно ими еще не пилотируете, просто привыкаете. При необходимости бросаете акселератор, при первых каких-то проблемах, возможно, при угрозах даже проблем. А следующий шаг, когда вы начинаете уже работать задними рядами полноценно, на акселераторе. То есть выжили акселератор, да, болтанка, там страшно, все такое, но вы уже знаете, что ваше крыло в таких условиях оно не складывается. У вас уже есть наработанное, как бы сказать, умение анализировать нагрузку на задних рядах. И вот у вас руки лежат на задних рядах, и каждый раз, когда возникает какая-то угроза, вы уже реагируете на нее не путем отпускания акселератора, а путем оттягивания на себя задних рядов, либо путем их поджимания, если дело совсем серьезное. Задние ряды более эффективны, чем клеванты. Ну вот, в плане там какого-то предупреждения о сложении. Но при этом за счет того, что вы не деформируете профиль, либо его мало деформируете в случае каких-то трехрядок, получается, что вы на каждом таком маневре теряете меньше скорости, и в результате теряете меньше по дистанции, если вы с кем-то гоняетесь на соревнованиях. Ну вот, в принципе, вот такое вот очень длинное «Не мешай крылу лететь» применительно к работе на акселераторе. Еще раз заостряю. Как только вы купили параплан достаточно современный, там с лесками, с полярой, у которого балансировочная скорость, она уже сдвинута сильно влево, вы должны уметь летать на акселераторе, потому что иначе получается, что вы половину цены крыла заплатили зря. А для того, чтобы летать на акселераторе правильно, так сказать, чтобы выжимать из крыла его возможности, надо подруливать в болтанку задними рядами, потому что как только вы бросаете акселератор, вы много теряете скорости и теряете по дистанции. Вот так вот. Так, едем дальше. Ну, второй пункт, он не связан с полярой непосредственно, но это очень важная вещь, поэтому я решил эту лекцию все-таки включить. У старинных парапланов, у них основной проблемой с безопасностью было то, что у них были большие площади, довольно-таки низкое внутреннее давление, оно связано на самом деле с нагрузкой на крыла. И, соответственно, если получалось сложение, то все перетекания воздуха внутри крыла, они происходили очень медленно, очень трудно, и сложение, оно долго-долго не открывалось. Отсюда, собственно, и возникли такие термины, как протряхивание и прокачки. То есть все, крыло сложилось, значит, дальше оно там как-то себя так ведет, там болтается, не может раскрыться, и дальше начинаются какие-то там дела клевантами, там трясешь-трясешь, раз-раз-раз, глядишь, вроде раскрылось. Это все уже сильно старая техника пилотирования, и сейчас парапланов, которые прямо залипают в сложениях, их почти нет. Они есть, но мало. У современных парапланов проблема другая. Как правило, если он сложился, то, во-первых, он достаточно сильно улетает назад, особенно это касается сложения на акселераторе, потому что сложенная часть крыла, она сразу создает очень большое сопротивление, и, соответственно, получаются эффекты, обратные эффектом здесь. Здесь у нас подъемная сила улетела очень сильно назад, и поэтому возник такой момент. Когда у нас здесь образуется избыток сопротивления, то возникает, наоборот, момент, заставляющий крыло улетать еще дальше. И если прямо вот в этот момент, когда сложенное крыло начало улетать назад, еще там что-то сделать клевантами, есть большая вероятность сорвать. Это так называемая перекомпенсация. Это одно из наибольших зол современной эпохи в параплановостроении. Перекомпенсации надо всеми силами избегать. А все эти протряхивания и прокачки из предыдущей парапланерной эпохи – это работа клевантами где-то плюс-минус в процессе сложения. Соответственно, если вы поняли, что у вас там случилось сложение на современном параплане, начинать работать клевантами можно только тогда, когда параплан не сзади. Если у вас там великолепная реакция, если вы уже там спортсмен, и вы поняли, что вот сейчас сложит, но параплан еще над вами, клевантами работать можно в этот момент, в эту долю секунды. Если сложение произошло и параплан улетел назад, в этот момент клевантами работать нельзя, потому что 10 сантиметров клеванта, и вы улетаете в срывные режимы, как ни странно. Когда параплан пошел вперед, чем больше он пошел вперед на сложение, тем большее право работать клевантами вы имеете. Если он слишком залетел вперед, тут можно работать клевантами вообще безо всякого стеснения. И на спортивной технике бывает такое, что параплан после сложения сильно улетает, и люди передавливают клеванты за границу срыва относительно нормального полета. И все равно параплан еще не срывается. Это нормальная ситуация борьбы за жизнь. Ну ладно, это я, конечно, уже сгустил краски. Короче, важно то, что на современной технике протряхивать и прокачивать сложение смысла, как правило, нет. Скорее всего, сделайте себе хуже. Вопрос, чего с этим делать? Я об этом говорю неоднократно, но с удовольствием повторюсь. Самое лучшее, что можно сделать с современным парапланом, если у него асимметричное сложение, это перенести вес на ту его часть, которая еще летит, которая не сложилась. То есть перекоситься в подвеске туда, где у нас все еще нормально. Плюсов у этого решения масса. Во-первых, вы этот перекос, этот перенос веса, как некоторые говорят, можете произвести в любой момент. Вы его можете произвести до сложения. Вы его можете произвести на любой фазе сложения. Вы его можете производить в процессе выхода из сложения. Тут нет необходимости делать это движение с какой-то там миллисекундной точностью, как это бывает при работе клевантами на сложениях на современных парапланах ну перенесли вес и перенесли хуже не будет будет лучше это один момент второй момент современные парапланы почему-то ведут себя так что если вы переносите вес на не сложенную часть крыла как правило сложная начинает открываться но есть у меня некоторые соображения почему так но не буду сейчас возлагать просто примите как данность ну и в итоге вся работа со сложениями сводится к тому что вы поняли что сейчас служит или уже сложила раз там быстренько перенесли с подождали пока ситуация как-то начала меняться скорее всего она поменяется так что сложение моментально раскроется и потом при необходимости чего-то нам доработали клевантами дорабатывать клевантами скорее всего придется потому что будут какие-то клевки и прочие неживательные движения но уже не сложение там уже будет проблема с тем что просто параплан сильно очень двигается над головой вот такой вот современной не мешай крылу лететь так еще один интересный момент с которым я иногда сталкиваюсь на полетах даже сейчас которые здесь надо разнести в пух и прах это так называемая плоская спираль это у нас совершенно прямо и ясно связано с одним из предыдущих флип чартов конкретно с вот этим вот где у нас была нарисована зависимость между радиусом термической спирали и скоростью снижения я уже говорил что чем выше у параплана аэродинамическое качество вообще по поляре там в среднем чем выше максимальное значение качества тем меньшую скорость снижения он может развить при спирали заданного радиуса при термической спирали заданного радиуса давным-давно когда все парапланы парили в термиках примерно вот так вот из этого следовало один довольно специфический кунштюк то что я вам рассказывал про все эти спирали она на самом деле касалось ситуации когда есть выраженный крен и вот такие вот красивые правильная графика как и как я здесь нарисовал не относится к ситуации когда мы работаем с креном а так называемая плоская спираль это когда мы очень специфическим образом работаем клевантами и весом стараясь удерживать крыло над головой удерживать его практически без крена но так чтобы она при этом крутилась это позволяет все парапланы так или иначе соответственно для режима плоской спирали эти графики будут немножко другими и как сказать можно было таким образом добиваться минимального снижения поменьше чем на этих графиках но при этом параплан надо было очень сильно тормозить уже близко к границе срыва эта техника пилотирования просто опасная она была опасна и 20 лет назад опасная она остается и сейчас но всего того что парапланы они сильно спрогрессировали сейчас уже не обязательно так мучить парапланы себя для того чтобы достигнуть там в какой-то вменяемой термической спирали снижение допустим полтора метра в секунду относительно воздуха хорошее современное крыло она прекрасно будет снижаться там со скоростью минус полтора в крайне допустим 45 градусов я даже помню тот исторический момент когда стало ясно что это уже случилось пилот компании паравис тогда тест пилот да и сейчас тоже лёша круглов очень такой хороший известный товарищ он спорил с другими пилотами в одном из летных мест что на современных по тем временам на самых современных парапланах можно крутить термики с довольно большим крином и была такая образцово показательная погода на равнине был штилле в одном и том же месте стоял один и тот же термик постоянные силы и вот туда зашел там допустим на параплане один одет старой школы значит там зажал клеван то вот подсюда у него крыло уже трясется значит он там раз-раз-раз и набирает потом в этот же поток прилетает лёша круглов ставит параплан в крин 45 градусов все смотрят вот такими глазами да он же сейчас падать будет и нифига и он набирается абсолютно такой же скороподъемностью как и депт старой школы у которого крыло уже трясется на грани срыва тут всем все стало понятно и с тех пор в общем люди уже перестали понимающие люди так сильно мучить крылья перестали их там душить перестали крутить плоско а если ищет спортивной техники а современных енце и дальше то нормальной ситуации в сильных потоках является работа с кренами градусов до 70 компета по крайней мере они точно позволяют там утопить ухо вообще ниже подвески и при этом ты крутишь ты набираешь и никаких проблем нет чем этот режим сильно лучше чем плоская спираль повторю что плоская спираль это очень малые скорости это дико зажатые клеванты это риск срыва а когда мы крутим на крыле которая не сильно заторможена но с большим креном мы от срывных режимов находимся далеко да впрочем и от малых углов атаки которые опасно сложениями мы тоже находимся довольно далеко то есть априорно это режима более безопасные соответственно не бойтесь кренов если вы почему-то думаете что плоская спираль лучше эти времена давно прошли учитесь работать потока с какими-то умеренными кренами там 20-30 если надо 40 градусов если надо 45 но спортсменам чем чего там спортсменам объяснять они так знают что 70 градусов крена в определенных ситуациях это абсолютная норма так а ну собственно вот материал и кончился а всего того что нас не очень много и я очень продумывал этот материал я надеюсь что не слишком всех утомил поэтому можно взять паузу а потом перейти в режим дискуссии ладно я с вашего позволения отмотаю пленку назад ну что у вас же был вопрос о том а как вообще управляют парапланом ну вот это сейчас важнее потому что новом аудитории это нужно ok нарисуем специальный флипчарт как управляется параплан я нарисую сразу все органы управления потом объясню какие где применяются на каких подклассах техники рисуя параплан приведи сбоку вот у нас профиль рисуя его без шаркноуза но значит внизу у нас там висит человечек в обтекаемой подвеске и к человечку сходятся струпы значит тут у нас есть главный карабин тут у нас есть какие-то свободные концы рисую весьма условно значит тут у нас происходит следующее значит во первых у нас есть клеванты которые идут от задней кромки куда-то вот сюда вот тут у нас колечко куда они проходят и вот тут и есть такая вот ручка собственно вот эта стропа называется рулевая ручка и и как правило и называют клеванты ну вот либо клеванты называют всю эту конструкцию тут терминологии не абсолютно чуткая соответственно если мы а ну тут я нарисую парапланчик приведи уже сверху какой-то вот такой вот летит он вот туда вот если мы зажимаем клеванту с этой стороны крыла то у нас какая-то вот такая вот часть крыла она поджимается вниз если мы зажимаем клеванту справа то у нас справа часть крыла поджимается вниз как-то вот сейчас это здесь изображу кто вот так это может выглядеть вот если мы зажимаем одну клеванту то параплан у нас начинает ну там несколько эффектов во первых растет сопротивление во вторых увеличивается подъемная сила и в итоге получается что параплан начинает затягивать в левый вираж ну если правую клеванту соответственно его затягивает правый вираж если мы живем две клеванта одновременно то у нас уменьшается воздушная скорость но слишком глубоко их зажимать не надо потому что в итоге мы можем попасть в срывные режимы параплан перестает лететь вперед и начинает быстро и безобразно падать вниз вот это наверное самый популярный орган управления парапланом но есть и другие значит откуда-то из района передней кромки у нас тоже выходят там какие-то стропки приходит на свободные концы я сейчас нарисовал трехрядный параплан ну вот и это значит что где-то на переднем ряду у него и систему акселерации тут у нас как правило два блочка но вот внутри подвески у нас есть там тоже некая конструкция с педалькой но тут у нас как-то проходит какие-то стропы вот короче смысл в том что мы можем ногами давить некую педаль и в результате выдавливания этой педали у нас подтягиваются передние стропы и у параплана в целом уменьшается угол атаки как-то вот так это может выглядеть вот это у нас работа акселератором ногами но вот сейчас видно что если мы применяем одновременно клеванты акселератор то профиль становится какой-то дико деформированный конечно в этом нет ничего хорошего и об этом уже сегодня говорил акселератор применяется для увеличения скорости полета им работают как правило симметрично бывает такое что им работают несимметрично для подруливания но нагрузка на педали как правило довольно велика поэтому акселератором работать не очень комфортно но его проще там выдавите иногда чуть-чуть менять положение одной или обеих ног но это не орган управления такой оперативный как леванта следующий орган управления редко уже нынче встречающиеся встречающиеся в основном у техники моторные это триммер сейчас я увеличена рисую свободные концы вот так вот и где-то здесь вот на заднем ряду есть некая пряжечка смысл этой пряжечки в чем когда мы затягиваем эту конструкцию то у нас уменьшается либо увеличивается длина заднего ряда но на самом деле тут возможно какие-то полиспасные дела то есть там все ряды могут в результате гулять но начинается все именно заднего ряда когда-то давным-давно когда триммера были на безмоторной техники они применялись для того чтобы двигать балансировочный режим двигать его как правило сторону уменьшения скорости снижения а сейчас по причинам о которых я говорю больше часа на безмоторной техники триммеров нет а на моторной технике триммер используется как акселератор у них часто не бывает ножного акселератора бывают триммера которые называются минус триммера они в полностью зажатом виде обеспечивают штатный балансировочный режим а полностью ну или частично отпущенным они обеспечивают режим аналогичный акселераторного но на спортивной техники поменяют но на спортивной парамоторной техники там могут применяться одновременно и акселераторы три мира и там диапазон скорости уже совсем большой так дальше насчет моторной техники ну понятно я сам не моторист поэтому я все это знаю довольно таки на среднем уровне но рассказать могу у параплана есть одновременно плюс и минус вот я сейчас рисую эту типичную конфигурацию теперь уже нарисуем мужичка с мотором сзади у него такая здоровенная силовая установка как-то вот так вот центр массу этой системы находится и повторю где-то вот здесь вот в случае с мотором он будет наверное еще ближе сдвинут к пилоту а центр давления у нас находится вот здесь вот соответственно устойчивость всей конструкции она в значительной мере определяется как раз тем насколько отклоняется от вертикальной линии линия проходящая через центр давления через центр масс плюс еще у нас есть центр приложения тяги в случае с мотором когда мы даем большую тягу у нас может произойти следующее рисую ту же самую систему рисую довольно таки специфическая конфигурация вот наш человечек вот его гигантская силовая установка за спиной как-то так и вот он дал очень большую тягу вот центр приложения этой тяги там центр масс системы ну вот короче говоря получается вот такая вот очень чудная конфигурация когда человек сильно задран вверх крыло ушло назад но вся эта конструкция летит и летит достаточно устойчиво но здесь устойчивость система она будет объясняться тем что очень большое усилие приложено через установку к пилоту через силовую установку дальше начинаются интересные эффекты связанные уже с аэродинамикой крыла если мы возьмем обычный безмоторный параплан повесим под него мощные мощные двигатели дадим много тяги у нас получится какая-то вот такая конфигурация связано это в том числе и с тем что у нас крыло вот на таком режиме дает довольно большое сопротивление ну вот мотористы которые занимаются гонками они очень заинтересованы в том чтобы давать большой газ и при этом лететь не вверх не с большим тангажем а все-таки вперед им больше нравится вот такая конфигурация и чуть поменьше нарисую то есть тяга тоже самое очень большая какая-то вот такая вот но при этом почему-то вся эта система она не заваливается назад но вот она летит более менее вперед на практике этого можно добиться путем прежде всего уменьшение скорости крыла и меньшей степени путем применения специальных крыльевых профилей практика показывает что в результате аэродинамика системы она оказывается не такой хороший как у безмоторных особенно спортивных парапланов но повторюсь здесь задача лететь в горизонте при даче большой тяги ну понятно что вот этим режимом соответствуют очень маленький угол атаки крыла это скорее всего полностью отпущенный минус триммера это сильно выжатый акселератор короче это вещи уже опасные тем что запас так сказать угла атаки до сложения он оказывается очень невелик но такой парамоторный спорт на есть ответил так теперь мы едем по вопросам которые были более близки к тематике лекции вот тут вот у нас сидит такая интересная дама которая задавала хорошие вопросы у меня первый вопрос к тебе про самое начало лекции я рассматриваю для концевые лифты и у меня создалось ощущение что лучше всего летит маленький проплан маленький по площади проплан с большим удлинением но на практике всем известно что летят все-таки паракланы лучше больших площадей и в том числе на различных высокоуровневых соревнований маленькие пилотессы постоянно загружаются балластом чтобы летать на крыль в большей площади хотя из-за балласта могут иметь проблемы понятно классный вопрос на самом деле и сейчас мы все это разжуем здесь я нарисовал действительно три крыла из которых в каком-то смысле самым крутым кажется среднее но есть такой интересный фокус один и тот же пилот он имеет всегда на каких бы краях он не летала примерно одну и ту же массу следовательно крыло должно развивать подъемную силу которая тоже одинаково вот на этих трех картинках у нас одинаковую подъемную силу развивают вот самое левое самое правое крыло а то которое показалось круче всего которое такое большое и красивое она развивает подъемную силу очень большую нерационально большую то есть если у нас есть там маленькая пилотесса который нужно даже не 160 кг подъемная сила но села на на такое крыло оно и дало 100 кг подъемные силы и как она не на нем полетит никак но я конечно утрирую на самом деле параплан он сама балансирующиеся устойчивые по скорости понятно что вот на таком здоровом крыле наша спортсменка просто полетит очень медленно потому что параплан самопроизвольно выйдет на нужный и полетный режим а то что площади парапланов уменьшаются со временем это было связано ну с несколько другим эффектом я уже объяснял что когда крыло с хорошей аэродинамикой с маленьким индуктивным сопротивлением то с одного квадратного метра площади такого крыла мы можем снять больше подъемные силы чем с одного квадратного метра площади вот такой вот пардон растыки поэтому площади спортивных крыльев с годами неуклонно уменьшаются потому что лучшая аэродинамика и один квадратный метр маленького крыла несет также как один квадратный метр фигового большого крыла это один эффект второй эффект совершенно справедливо упомянутый и рай почему-то маленькие спортсменки не хотят летать на маленьких площадях они хотят весить много летать на площадях побольше тут начинаются интересные эффекты связанные со вредным сопротивлением где у нас там вредное сопротивление вот она эффекты вот какие возьмем допустим ту же самую подвеску вот она такая красивая у подвесок поперечное сечение медлевая она примерно одинаковая для разных размеров подвесок то есть здоровый мужик он имеет мидель там полметра условно говоря а ну по квадратного метра подвеска под маленькую девочку с девочкой внутри имеет мидель допустим сорок девятьсотых квадратного метра там разница она несущественная следующий момент сечения струб струб они достаточно стандартизованные и конечно же под маленькие размеры никто не заморачивается не ставит туда какие-нибудь сверхтонкие стропы тем более что есть регламент от фойе что минимальный диаметр стропы не может быть меньше чем полмиллиметра насколько я помню поэтому когда речь идет о маленьком парапланчике у него суммарное сечение стропа но примерно такое же как у параплана большого то есть получается что вредное сопротивление больше третий эффект уже связаны с технологией производства погрешность кроя и пошива на производстве она одинаковая для больших и маленьких парапланов но погрешность кроя там грубо говоря 5 миллиметров погрешность пошива тоже грубо говоря 5 миллиметров цифра условная теперь представляем себе парапланчик у которого допустим размах 10 метров под маленькую девочку и параплана сорма с размахом 15 метров под большую под большого здорового пивного мужика понятно что на размахе 15 метров погрешность там 5 миллиметров крови в пошиве она менее критична чем та же самая погрешность для маленького крова поэтому маленькие крылышки они обладают плохой монотипичностью так это называется экземпляры вышедшие даже с хорошего серийного производства маленького размера они могут иметь технические характеристики которые гуляют довольно сильно у большого крыла эти характеристики гуляют в меньших пределах и наконец самая главная причина почему маленькие девочки терпеть не могут свои маленькие крылья это тот факт что маленькие крылья ведут себя более агрессивно это связано уже с довольно тонкими аэродинамическими делами это связано насколько я понимаю числями ринольд со толщиной погрануслое но эффект выражен и выражен он очень сильно маленькие крылья они злые то есть сумме получается что маленькое крыло это опасное крыло которое летит чуть чуть похуже чем большое которое более безопасно и летит лучше ну понятное дело что девочкам не хочется да мне показалось чтобы вопрос ладно надеюсь ответил давай давай ощущение что у компетов срубные режимы они наступают гораздо быстрее чем у дуболета ну то есть словно говоря что на компете нужно зажать клевами на 5 сантиметров и ты получишь срубной режим а на дуболете нужно на там на 25 и вот они будете суть совсем низко чтобы получить сруб потомка но на картинках которые ты показывал видно что у бракланов с хорошей полярой расстояние между минимальной скоростью и ну да на первый взгляд это выглядит парадоксом но тем более что я говорю что балансировочный режим у компетов он насильственно сдвинут влево то есть мы вроде как приближаемся к срывным режимом но тут внезапно в дело вступают всякие современные технологии начиная с того же шаркнуза которыми сегодня неоднократно говорю вся эта проблематика она полезла в свое время очень сильная и апогеем ее наверное был аппарат magic fr2 который может быть некоторые из присутствующих помнят он был уже очень длинный у него было 7.2 удлинение он был трехрядный и он был весьма срывучий насколько я его еще помню а потом появились шаркнуза появились всякие более современные профили крыла и всякие решения которые затягивают вход параплана в срыв и в результате у компетов ситуация исправилась у современных компетов доходит даже до того что там ход клевант он может быть нерационально большим для людей которые летают на этой технике давно ты там привык что 15 лет назад у тебя вот весь ход был вот до сюда дальше ты уже срываешь она современная техника там какой-нибудь озон зена там можно вот там вот работать он еще как-то летит это именно шаркнулся прочие современные технологии направленные на искусственное затягивание границы срыва и очень здорово что эти технологии есть спирами еще раз нет здесь просто не нарисована точка балансировочного режима я уже говорил что у компетов она насильственно сдвинута очень сильно влево сейчас но это значит что тут это нарисовано видимо не слишком правильно здесь мне важнее было показать то что у компетов балансировочная скорость она сильно приближена к скорости минимального снижения но вообще говоря она может быть приближена и слева то есть балансировочная скорость может быть даже и меньше короче говоря картинка довольно условная и на практике сорвать современный компет не так легко может быть даже и дело тут не в том что у него вот эта часть поляра какая-то там особо длинная здесь может быть дело в том что очень большая нагрузка на руки в том что конструкция клеван допускает очень большой ход рук но при этом может быть мы пересекаем и не такую большую часть поляра как кажется может быть то есть вопрос такой достаточно интересный диск дискуссионный могу сказать только как факт что они так легко как раньше уже не срываются ситуацию улучшилась так еще вопроса не ну не стесняйтесь реальность и насколько реально в качестве она велика в цифрах это факт так как я занимаюсь тестированием техники я могу называть некоторые цифры с той или иной долей правдоподобия но вот эта поляра я рисовал там во многом современного и на и здесь можно ожидать максимального качества где-то 7 7 с половиной но на скорости где-то там но от 38 там от 36 где-то до 38 километров в час а мне уже говорил что это зона где качество не меняется она очень узкая а у какого-нибудь там лютого бумеранга на котором я впрочем не летал у него легко можно ожидать максимального качества 12 при том что эти 12 единиц качества они будут в диапазоне где-то там но от 38 до 45 и там до 46 километров в час вот такая разница в цифрах повторю что эти поляра они приближены к реальности но это две крайности и для бэшек если в цифрах я думаю что бэшки современные они могут давать аэродинамическое качество где-то 89 максимальные скорости ну тонкий вопрос что считать максимальными скоростями мне нравится мерить и так называемую приборную воздушную скорость потому что она не зависит от условий тестирования ну приборные скорости максимальные у бэшика они где-то там ну 45 47 километров в час может быть 50 в редких случаях ну то есть в реальных условиях там какого-нибудь высокогорье это может быть 55 километров в час максимальной скорости у цешек соответственно максимальное качество она уже может быть в районе 9 я бы сказал может быть даже чуть побольше если это очень хорошая цешка и максимальные скорости там уже достаточно серьезные это и ас в районе 50 километров в час даже там 55 для некоторых аппаратов для одного недавно тестированного и вообще померила с 58 километров в час что меня потрясло ну для компетов я повторю что а у нас еще дышки есть двухрядные трехрядные для дышек я бы сказал что максимальное качество она где-то в районе наверное десятки но у них уже все это сильно сдвинута но балансировочный режим сильно сдвинут влево там это конкретно заметно там не надо сильно шевелить клиентами чтобы нормально парить но 10 может быть 11 единиц для хорошей там дышки и максимальные скорости если в единицах и ас то это уже где-то 55 километров в час может быть может быть там чуть чуть побольше кстати сейчас прогресс привело к тому что очень быстрых дышек их мало я уже давно не видел там цифру больше где-то 55 километров в час и ас дышки двухрядки там качество еще выше потому что нет еще одного третьего ряда строп там уже можно ожидать качество где-то наверное в районе 11 единиц и максимальные и ас и там где-то 58 километров в час такое я мерил у трех аппаратов в этом классе они совпадали там с точностью до 1 2 километров в час ну компеты в смысле и и ccc класс и всякие рфц прототипа я на них сейчас не летаю но насколько я могу судить по взгляду со стороны у них максимальное качество она на балансе примерно такое же как у всех потому что у них все это сдвинуто совсем влево то есть максимальное качество где-то может быть 12 единиц а максимальные скорости там но если в единицах и ас там наверно 60 и больше то есть реальные скорости где-то до 70 у них вот так вот то есть разница на самом деле огромное ну да грубо говоря так до примерно на касательно груди знаток крутизна наша определяется в основном длиной поляра мне тяжело себе вообразить поляру на у современного крыла которая будет там очень длинная но будет очень круто спадать в основном тут есть некая корреляция если она сильно выкинуто вправо насел тки довольно полога можно насильственно сделать paroplank который будет очень быстрый но при этом с очень кривой поляра и но это либо какие-то моторные дела либо какие-то спид глайдеры ну короче эта экзотика которая реально не встречается одновременно идет борьба и за большое аэродинамическое качество и за большую скорость поэтому хорошие поляра не одновременно и вытянуты и не слишком сильно кривые как-то так то есть имеется ввиду скажем если взять какой-нибудь там лоба то на верхней половине акции и сравнить его вот с такой же скоростью как бы на какой-нибудь сильный условно а понял понял и в том плане что это пешка будет лететь вниз зима будет лететь прям вот и задал замечательный вопрос про который я чуть было не забыл порассуждать в основном объеме лекции это очень важная вещь связанная с выбором крыла я уже говорил что чем выше крат класс крыла тем как правило конструктора вынуждены больше сдвигать балансировочный режим влево приближать его к срывным и видно было даже по графикам что в результате они могут жертвовать максимальным ариодинамическим качеством они могут довольно заметно уходить влево от режима максимального качества в результате получается парадокс вот человек купил себе там какой-нибудь растопыренные турхарядные енд первый раз на нем полетел в динамике и говорит для чего за фигня он летит также как цешки моих друзей я не имею выигрыша правильно ты не имеешь выигрыша потому что балансировочный режим он создан в общем-то для комфортного взлета и посадки а вся твоя гигантская правая часть поляры ради которой это это крыло и купил ты ее не используешь пока ты акселератор не выжил а балансировочные режима они практически у всех крыльев сейчас одинаковые но учебные выпадают вниз потому что там требования к простоте взлета и посадки они еще жестче чем в других классах там балансировочные скорости пониже на несколько километров в час ненамного а начиная с хайби там cd и так далее там балансировочные скорости у всех похожие и глади на балансировочной скорости тоже похожий но тут будет проще нарисовать в чем разница в полярах я вам сейчас специально нарисую несколько поляр которые будут очень похожими в районе балансировки а дальше всем все будет ясно так значит где-то здесь у нас будет основной замес когда люди летают ничем не пользуясь из органов управления значит рисуем мы поляру номер один какой-нибудь вообще там учебный аппарат совсем тупой так рисуем поляру номер два сейчас соображу как правильно нарисовать так рисуем поляру номер три как-то вот так вот ну там условно очень и н а и н б и c c c я специально их так утрированно нарисовал что вот в этой зоне примерно они все совпали то есть получается если люди не пользуются органами управления то в определенных случаях получается что в общем все равно на чем ты летишь и совершенно непонятно зачем ты себе купил там страшно и очень при этом технически совершенный аппарат при том что ты используешь лишь очень малую толику его возможности вот это вот зона которая наиболее употребимая вот смотрите уен а это но грубо говоря там треть всей поляры эти несколько километров в час конечно утрированно но но кей там допустим семь восемь километров в час это ну там треть или четверть его поляра для бэшки эти же там несколько километров в час это уже меньшая часть его поляра потому что она умеет летать быстрее а для какого-нибудь там зверского спортивного аппарата эти семь восемь километров в час это вообще ни о чем это очень малая толика его возможности если человек летает на таком крыле в этом диапазоне скорости ну значит получается что он вот такую часть цены параплана заплатил зазря прям или реально ему нужно было покупать что-то за 500 евро вот эти три тысячи евро он заплатил в никуда надеюсь это был достаточно ответ на вопрос это интересное утверждение но наверное похоже короче чем выше класс крыла тема больше она дает именно в полете на акселераторе пока все летят на балансе но это и на соревнованиях видно все летят одинаково там какой-то радикальной разницы нет да как только начинаются выдавливание акселераторов вот тут-то и начинается разница и когда разница в крыльях 2-3 класса то после где-то 50 процентов хода акселератора разница становится большой а на 100 процентах она становится чудовищной а вот тоже очень хороший вопрос я сегодня уже несколько раз говорю про некое не мешай крылу лететь и современные крылья повторюсь ними есть такая проблема что очень легко перекомпенсировать они очень динамично себя ведут на сложениях очень сильно скачет угол атаки и в определенных фазах сложения очень легко сорвать как ни странно хотя вроде бы сложение это недопустимо малый угол атаки а срыв недопустимо большой там все это очень динамично скачет это один момент второй момент то что все очень гонятся за аэродинамика и любая работа клевантами аэродинамику портит отсюда одна из форм не мешай кругу лететь в виде требования пожелания минимально работать клевантами максимально работать весом плюс еще если речь идет о технике высокоуровневой там я повторю что у нас балансировочный режим он уже близок к режиму минимальной скорости снижения и если мы парим в термиках там как-то сильно амплитудно работать клевантами это значит увеличивать скорость снижения получается что надо вот да очень сильно весом и там как то вот такими сантиметриками подруливаешь это работает но это про компета на ем с этом соответственно все это выглядит как-то вот так вот тоже очень большая работа весом но хода клевант уже другие но на бэшке там еще чуть-чуть побольше как-то вот так вот но вот такого вот как на технике 10 лет назад такого уже нет уже нет смысла так еще вопросы не стесняйся а вам ты говорил что есть какие-то почему-то различия между опять-таки там любая бешками и даже то есть почему если я уже был заборниками землю поставил то есть куда-то на что-то вы влияет качестве она уже летит в основном для нас тропы и нет нет ну я рисовал графики соответственные а те рассуждения которые приводишь сейчас ты но это вы просто вне физики это какие-то такие но бытовые вещи из каждодневных полетов если угодно сейчас я этот график найду где-то он у меня был не на этапе какой-то там спирались какие-то крем а именно собирали заборниками пейс когда уже не но это уже акробатические дела но ты знаешь даже и в таких делах разница есть могу сказать что старые парапланы ну совсем старые танки нибудь 90-е года они радостно становились заборниками в землю и там падали со скоростью 15 метров в секунду но при этом там не было большой перегрузки я сейчас найду соответствующий слайд адрес именно меньше дождь это связано конечно просто быстрее лететь да я тебя могу даже физическое объяснение этого эффекта дать подевал сейчас найдем этот слайд он тут был вот тут надо будет видимо еще чуть-чуть порисовать на флипчарте просто когда у тебя спираль как ты говоришь заборниками в землю это режим полета который мы сегодня не рассматривали вообще отдельный режим полета специфичный для парапланов поэтому вся красивая наука динамика полета для больших самолетов тут не очень применимо тут свои дела как это выглядит выглядит это как-то вот так вот у нас профиль крыла пардон нарисовал его какой-то страшный но все меня поймут вот наш пилот который значит в полном офигевание падает там мордой в землю но вот одновременно крыло у нас развивает довольно таки большое сопротивление потому что большие скорости но вот теперь значит вспоминаем мои красивые картинки про центр масса все такое прочее вот у нас центр давления крыла сейчас это важно что крыло но вот вот у нас линия которая соединяет центр массы центра давления крыла получается какая-то непонятная ситуация казалось бы пилот должен упасть под крыло выйти в горизонтальный полет но ведь он же этого не делает он продолжает крутиться все здесь фокус фокус здесь вот чем во первых на пилота действует сила иммерции центробежная смысле сила во вторых у нас на таких режимах очень большую роль начинает играть сопротивление строп пилота и всего остального крыло работает на малых достаточно углах атаки но впрочем не всегда на малых ну ладно короче важно то что у нас большое сопротивление у строп ну вот я тут могу нарисовать отдельный центр давления для строп и большое сопротивление у пилота как такового можно нарисовать отдельный центр давления для пилота ну вот и получается что упасть на землю, так сказать, ну, точнее начать падать на землю с ускорением свободного падения нам в этой ситуации мешает уже не подъемная сила, как обычно, а силы сопротивления. Причем силы сопротивления распределенные где-то в пространстве между крылом и пилотом. Тут вся эта конструкция, крыло, стропы, сам пилот, вся эта конструкция создает то самое сопротивление, которое мешает нам начать падать с ускорением. А подъемная сила в данном случае скомпенсирована центробежной силой инерции вот такая вот извращенная картинка поэтому когда параплан падает вот в таких вот режимах но вращаясь тут красивые мои рассуждения про все эти радиусы и скорости снижения она не применима это отдельный режим полета тоже надеюсь что ответил нет если ты уже догнал круглода вот такого вот режима там будет достаточно большая перегрузка и я не пробовал но я думаю что разница между крыльями сильно разных классов там большой разницы наверное не будет в этом режиме у нас сейчас больше имеется значительно строк потому что больше как граней на скорость больше перегрузки но скорее да ну вот а насчет всяких компетов не компетов но раз возник вопрос могу сказать что тот же анти же он же был придуман как опция прежде всего для спортивной техники потому что если на ней спираль лишь еще не заборниками в землю с каким-то креном и не вот в таких вот режимах как я сейчас нарисовал там это уже проблема там при скорости снижения где-то минус 10 уже идут достаточно серьезные перегрузки и даже тренированный человек он не всегда в состоянии долго держать все же привыкли к тому что снижаться можно крутыми спиралями вдруг раз и ты не можешь снижаться долгое время крутой спирали отсюда анти же отсюда там какие-то техники типа снижения спирали на ушах в общем не так все просто ну что спасибо большое за интересные вопросы и за ваше внимание спасибо спикеру спасибо вам что собрались и конечно же большое спасибо спорт марафону который вот позволил провести такое замечательное мероприятие